Андрей Иванович, садитесь. К сожалению, генпрокурор не смог приехать. От его имени скажу. Мы надеемся, что новый прокурор области проявит принципиальность и профессионализм. Общество ждет быстрого результата. Спасибо. Коррупция отправила наш регион в нокаут. Но прокуратура нанесет ей контрудар. В максимально короткие сроки мы покажем эффективный результат. Не сомневайтесь. Я вижу человека, который дал вам путевку в жизнь и на который вы должны равняться. Иван Степанович Волошин. Это совесть нашей прокуратуры, и у него сегодня юбилей. Спасибо. Сегодня вы передаете свою должность сыну. Иван Степанович, вы подготовили достойный смен. Спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 Спасибо. . Спасибо. . . . . . . Я ради тебя готов на все. Разве так бывает? нет. Хочешь прыгнуть? Ты что, дурак? Ты вниз смотрел? Ну, ты ведь должна мне верить. Мне страшно. А мне нет. Тимур. 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 О, боже. Тимур. 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 На, на. Я люблю тебя. Веришь? Боже, какой дурак. Не слышу. Не слышу! Да! Громче! Я тебе не верю, но ты дурак. Копы просто хотели денег. Думали, разведут меня, как лохушку. В твоей крови был найден алкоголь. Козёл. Между прочим, этот козёл тебя спас. Не могу больше. И не нужно. Ты опять была с Денисом? Ты же знаешь, что отец против. А мне всё равно. Да? Да. Тогда решай свои проблемы сама. А я бы решала. Только он потом тебя сожрёт. А тебя нет. Что я делаю не так? Делаешь вид, что всё хорошо. Почему всё плохо? Да потому что в этом доме все друг друга терпят. Говори только за себя. Так. Я купила тебе платье. Наденешь на юбилей к деду. Угу. Пойдёшь в нём сама. Что? Ладно. Я надену. Ради тебя. Ради тебя. Ты же не даёшь мне выбора? Твои вот эти вот коту – это не свобода. И не садись за руль в таком состоянии. Пожалуйста. Павел Кутрак. Зам. Игорь Надельский. Зам. Извините. Опоздал. Ознакомьтесь. Тимур Погорелов – первый заместитель прокурора. И пока по совместительству начальник управления надзора в уголовном производстве. Через неделю будет аудит дел и кадрового состава. Кто-то хочет, может, уйти и раньше, сам. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Значит, все готовы к проверке. Тимур Мартович, останься. Мог бы и раньше предупредить меня, что будешь первым моим замом. Не знал. Генеральный прокурор лично распорядился в твоем назначении. Ездишь с ним на рыбалку? Да и какой из меня рыбак, ты же знаешь. Хитреешь. Да ты сам хитришь. Зачем дал мне еще и полицию? Серега, знаешь, что я буду его курировать? Мне нужен там свой человек. Не понял. Может, с института вместе? Не спорю. Сотик молодец. Дослужился до начальника полиции. Не без помощи, конечно же. Ну и что ж произошло? Здесь нельзя уходить в самоволку. Ломать систему. Не верю. Серега за своей горой. К сожалению, он уже не тот рубаха парень, который был в институте. Ну и мы с тобой уже не те, согласись. Я не ожидал твоего назначения. Но раз так вышло, я рассчитываю на тебя. Я тоже на тебя рассчитываю. Да, да. Ку-ку. Привет, невестка. Не помешаю? Лиза, привет. Заходи. А что ты тут делаешь? Мне нужен твой совет как врача. Чудесная новость. Поздравляю. Мой врач не рекомендует делать мне аборт. Я хотела услышать твоё мнение. Подожди, а зачем? Почему? Я здесь не потому, что жду от тебя лишних вопросов. Ребёнка я хочу. Но не сейчас. Ещё не вре. А отец ребёнка знает? Мы пока не можем быть вместе. Лиза, тринадцать недель беременности. Это очень большой срок. Аборт без основательных показаний на таком сроке запрещён. Ну, с врачей уже можно договориться? Твой врач прав. Ещё бы. У него приём стоит, сколько твоя зарплата. Лиза, у твоего ребёнка уже есть черты лица. У ребёнка должна быть семья. Ты его семья. Как-то мой братец радуется новой должности, как ребёнок. Спросишь сегодня у него сама. Ну, пока. Пока. Ты на машине? Угу. А что, отец не отнял ключи? Мать отмазала. Можно я к тебе перееду? Тебя же с собаками искать будут. Боишься? Сейчас, одну минуту. Задолжим. Саш! Что? Ну, подожди немного, ну… Ты не понимаешь, о чём просишь. Увидимся вечером? Нет. Семейный праздник. Саш! Можешь пожить у меня. Для семьи из трёх человек места вполне достаточно. Вся выдавая техника почти новая. Духовка рабочая. Соседи беспроблемные. Я проверил. Что? Я говорю, соседи беспроблемные. Я проверил. Пойдёмте, я вам покажу детскую. Ваша девочка будет в восторге. У вас же дочь? Да, да. Дочь. Правда, мила? Ну что, может есть какие-нибудь ещё вопросы? Скажите, я могу в этой комнате мебель поменять? Зачем? Ну, ладно, я спрошу у хозяев. Спасибо. Через пару дней мы переедем. До свидания. До свидания. Коррупция отправила наш регион в нокаут. Но прокуратура нанесёт ей контрудар. В максимально короткие сроки мы покажем эффективный результат. Хочется верить, что кадровые перестановки в прокуратуре дадут положительные результаты в борьбе с преступностью. Через час ехать. Было много пациентов. Приведи себя в порядок, Миша тебя отвезёт. Да не нужно, я сама накрашусь. Будут не последние люди в городе, это должно выглядеть нормально. Я могу не ехать. Скажешь, заболела. Я подала на развод. Через неделю перееду. Это розыгрыш. Этот развод давно нужен нам всем. Это я решаю, что кому здесь нужно. Нет. Я долго терпела. Ты специально этот циркуз был именно сейчас? Пренебрегаешь всем, чего я достиг? Ты тварь ничтожная. И прикрываешься святостью. Тебе может напомнить о твоих грехах? Я о своих грехах до смерти буду помнить. Но шантажировать себя больше не позволю. Это я тебя спас. Как много раз я это слышала. И услышишь ещё не раз. Пускай она тебя слушает. Кто? Мать твоего ребёнка. Она, кстати, как? Родила? Нет ещё? Не смей. А что происходит? Можешь меня поздравить? Поздравляю. Только это не сюрприз. А я субизов не люблю. Бери примет с отца. Обязательно. Ты же вроде в салон собиралась. Ну, прости. Это больше не повторится. Не клянусь, но постараюсь. Постараюсь. У нас же у всех теперь этот чёртов статус. Постарайся. Ладно, пойду собираться. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О-о-о, Тимур! Серьёзно! Наконец-то мы встретились. Привет, привет. Ой, раз. Пять лет. Познакомьтесь с моей Юленькой. Здрасте, очень приятно. Наслышно. Тимур, всё, что он вам про меня рассказывал, всё неправда. Ну, ты как? Жена, дети? Служба. Ну, вот, занудный трудоголик. Каким был, такой и остался. Ну, у тебя как, наследники? Ну, пока нет, но какие наши годы, да? Лизочка, поздравляю. Юбилей отца, назначение брата. Для полного счастья осталось только найти достойного мужа. Спасибо, Сергей Сергеевич. После вас. Колесников вернул себе должность после иллюстрации. Через два года. Да, тоже неплохо. Другие времена настали Ваня. Времена те же. Порядка нет. Доченька. Привет, папочка. Поздравляю. Ты пример для подражания. Скромнее надо. Жаль, что я не в тебе. Хорошо. Добрый вечер. Иван Степанович, мои поздравления. Рад видеть. Ну что, на верхушку скачал? Верхушка, выше. Ничего, ты еще молодой. Я в тебя верю. Я тоже с низов начинал. Мы оставим вас. Пойдем с остальными поздоровимся. А где же Андрей? Их пока нет. Прокурор на работе. Раньше тебя ждали, теперь его. Ну, тогда за тебя. Товарищ прокурор, ну сколько можно ждать? Задержался, привесил. Легок на помине. Наконец-то ты меня догнал? Да что, мы соревновались? Всю жизнь. Вот за что люблю Ивановича, это за его чувство юмора. Вы меня поддержите? Нам, Алексей. Я в этом тебе и не конкурент. Привет. Поздравляю. Спасибо. Внучка где? Только что здесь была. Поздравляю. Благодарю. Брат. Поздравляю. Горжусь и завидую. За тебя. Угадать? Четвертый или пятый? А кто их сегодня будет считать? Зачем ты его пригласил? Я думал это твой гость. Этот гость? Мой кавалер. Мне же нужна достойная пара. Для поддержания статуса. Да, папуль? Так, давайте к столу. Давайте, садитесь. Пойдем. 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 Сливки области. Элита, так сказать. Слава Богу, это не про меня. Со временем привыкнешь к дружище. А надо? Такие правила. Ну, давай, Серега, рассказывай. Как ты тут живешь? Среди элиты. Королевства маловато. Тебе? Нам, с Волошиным. Погоди, а Волошин не посвящал себе подробности? Нет. Андрей Иванович. Ну, давай уже выпьем наконец. За воссоединение Тимура и его команды, да? За любимых женщин. Тим, позвони. Сколько можно ждать? Куда? В рельс? Консьержка ж уже сказала вроде. Вроде. Тоже мне жених. Солнышка, а ты Нану Журавскую знаешь? Допустим. А можешь ее позвать? Допустим. Скажи ей, что Тимур со своей командой прибыл и ожидает. А ты Тимур или команда? Я Сергей. А я Юля. Юля, так можешь вместе с нами на озеро? Серега. Серега, купишь себе машину и будешь катать и Юлю, и Булю. Привет, извини. Тимур. Тимур. Содержалась экзамен, просто зачетный выставил. Идем. Соскучился. Я тоже. Ну что, Волошин пришит там? Да нет, конечно. И не стыдно. Белый день. Поехали уже. Никакай. А, да, зачем? Конечно. Да, зачем? Значит. А, да. Ни работе не хватает. А, да, ну конечно. – За тебя! – Спасибо! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА С днём рождения! Спасибо. Садись. А он не обидится? Он взрослый. Садись. Спасибо, отец, что собрал всех нас тут. У тебя в жизни есть две слабости. Работа и оружие. Ну, ты забыл про женщину ещё. Ну, конечно же, женщину. Ты дашь любому фору, поэтому мы должны быть постоянно в форме. В этом зале сидят люди, которым ты помог в жизни. Спасибо, что научил меня достигать целей самостоятельно. С днём рождения! Какой ты молодец! Всего достиг сам. Папочка, посмотри, там наверняка что-то эксклюзивное. Второе ружьё за вечер. Так, а это что? Да-да-да. Это мой подарок. А-а-а! Ух ты! Вот это да! Похож, а? Замечательно. В кого ты такая талантливая? Ну, всё. В тебя? В кого же ещё? Может, выставку твою организовать? А козух! Кому это надо? Пора привыкнуть. Наша семья всегда на виду. А какая именно? Ну, Волошиных или Крысько? Вы же ещё не Волошина, да? Ну, садись! Садись! Ну, наконец-то братик за мной поухаживает. Закусывать начинай. Садись! Ф знаю, как же не Волошина. Тасс! Что исчика dont твой сметね? Её чего ещё о реанимии? Бросил? Это ненадумно. Заставят закурить. Не думал, что ты возьмешь Погорелова к себе. У него хорошее резюме. Да брось, я же не об этом. О чем? Да так, молодость помнил. Нужно обсудить дело за Рубой. Ты его выпустил? А против него ничего нет? Ну, так найди. Послушай, ну, для работяга землю пашет. Пятерых детей из детдома взял. Воспитывают как родных. Ты разжалубить меня хочешь? Послушай, я тебя как друга прошу. Ну, работайте человек. Пусть работает. Это мне решать. Ты только недавно пришел, а я здесь давно. Ты поосторожней, Маши, с шашкой. И присматривай за своей дочкой. Мне тебя страховать самому рисковать. А не нужен меня страховать. А не нужен меня страховать. Что с больницей. Я выйду не на другу. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анна, Александра, разрешите вас пригласить, пока ты не придумала, как мне отказать. Я и не собиралась. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Красивое платье. Тебе очень идет. Спасибо. Поздравляю с должностью. Ты ведь стремился к этому? Я много к чему стремился, но не все получил. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Если она не против, то знал, что все так будет. Я. Ты же у нас родился с удостоверением прокурора в кармане. Забыл? Ошибаешься. Мне тогда удалось не так легко, как тебе кажется. Пойдем, дорогая. Лиза. Лиза, водитель отвезет тебя домой. Нет, я еще не сказала тост. Дай бокал. Я хочу торт. Хорошо, хорошо. Я ее отвезу. Спасибо. Отличная идея. Мам, я тоже поеду. Тут еще недолго. Побудь со мной. Мам, у меня живот болит. Я поеду. Где именно болит? Мам, это просто живот. Я выпью таблетку. Я могу отвезти. Вик, вставай осторожно. Катюк. Да, что случилось? Ты не приедешь? Ну, я же сказал, что не могу. А после праздника? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что отцу не рассказали. Он и так узнает. А позорить его хочешь? Достало все. Хочу уехать от них. А что с ними не так? Да сами не живут и другим не дают. Да? Меня что-то не займет. Еще бы. Мы те еще притворщики. Все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Саш, все хорошо? Все отлично. Не беспокойтесь. Спасибо, что пришли. Всего доброго. Ольга, спасибо за прекрасный вечер. Все было очень элегантно. Рада. Я там записалась. Я буду вас ждать. Ну что, обсудил с Андреем земельный вопрос? Степарыч, все решил. Не волнуйтесь. А я не волновался. Надеюсь, ты не забудешь, что я для тебя сделал. Да и хотел бы, так вы напомните. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, можем тоже собираться? Где Андрей? Что? Весь вечер где-то пропадает. Не знаю. По телефону с кем-то разговаривает, наверное. Ему непросто. Поддержи его. Он не нуждается в моей поддержке. А ты сделай так, чтобы нуждался. Он сейчас у всех на виду. И выносить ссоры за сбы не время. Я не хочу потерять дочь. Вот. Ради дочери сохрани семью. Ты сама в молодости наделала много ошибок. Тебя же простили. Поехали. Быть женой прокурора – это служение. Идем, идем. Подумай об этом. Ну, пошли. Давай-давай-давай. Выходи, выходи. Я не хочу домой. Погорелов. У нас с тобой такая классная пара. Ты умная. А я дядя. Сможем со временем подвинуть клану Волошина. Ты же сама Волошина. Я? Да. Я Лиза. Крысько. Дочь секретарши. Многолетней сожительницы прокурора. Ольги Крысько. Папочка не наградила меня фамилией. А в этой семье фамилия, значит, все, понимаешь? Понимаю. Но не страшно. Ты все равно его дочь. Дочь. Я выросла сама по себе. Это сыночка Андрюшенька у нас во жизни несут на руках. Ладно, все, пошли. Так, подожди, а где туфли твои? Туфли? Туфли. А я их потеряла. На ступеньках. Думаю, вдруг принц найдет. Не нашел. Так, еще нет двенадцати. Остаешься у меня сегодня? Нам было так хорошо вместе. Я же не упаду. Ты собираешься спать? Я буду спать в гостиную. Иди в кровать. Нет, ты мне больше не муж. А кто? Отпусти. Отвечай. Отвечай, кто я? Есть только один способ удержать меня здесь. Убить. И я тебя больше не боюсь. Иди, скажи Сашке все. Да, сама скажи. Сможешь? А ты сможешь? И заодно про секретаршу свою расскажи. Ой, святая, это семейная традиция. В отличие от тебя, она смогла залететь. Вот иди и расскажи об этом нашей дочери. Она не моя дочь. А ты завтра пойдешь и заберешь заявление. Тебе ясно? Я повторяю, тебе ясно? Не трогай ее. Саша, умей, пожалуйста. А ты завтра, если ты еще раз попадешься ментам, если бы я закрою в клинике для алкоголиков. Понятно? Ненавижу! Саша, Саша! Саша! Саша, остановись, пожалуйста. Саша! Кто мой отец? Он. Саша, ты же видишь, в каком он состоянии. Мама, не лги ты не имеешь. Ради чего ты столько лет терпишь, а? Ради тебя. А зачем? Я не его. Его. Мама, лучшее, что со мной могло случиться в жизни, значит, что этот напыщенный, жестокий козел не мой отец. Ну, хватит уже, Саша. Ты его боишься. Но я не останусь тут больше ни дня. Я тоже. Да, ты уже не раз обещала. Знаешь, я раньше думала, что он обижает тебя из-за меня, но ты сама виновата. Саша! А ну, стой! Саша! А ну, стой! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Сашенька. Добрый вечер. Это патрульная полиция Сергеенко. Что случилось? Ваша дочь попала в ДТП. Что с ней? Приезжайте на места аварии. Она жива? Алло! 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 Саша, Саша, Сашенька. Алло! 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 Не было никого. Тебе приснилось? Позовите маму. Хорошо. После осмотра врача. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что он сказал? У него крови были наркотики. О, Господи. Я знал, что этим все закончится. Наша дочь чуть умерла. Она без сознания. Тебе что, все равно? Привет. 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 Как? Саша? Пока непонятно. Зачем приехал? Увидел в новостях. Но, может быть, надо помочь? Свежись сотникам. Скажи, что Саша потерял сознание за рулем. Диагноза еще нет. Но прогнозы очень плохие. Ну, и пусть там вскроют какое-то дело для журналистов. Так вот внимание. Ты едешь домой? Нет, я останусь. Андрей, правда, тебе надо отдохнуть. Господи, что я за мать? Да ты тут ни при чем. Всю жизнь я пыталась защитить ее от плохого. Она защищалась от меня. Не надо себя ни в чем винить. Ты ничего обо мне не знаешь. Ну, так расскажи мне. Чем ты можешь мне помочь? Но друг другу никто. И ты сам сделал этот выбор? Или я не права? И мне не нужна твоя помощь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА УДАНОШИВАЯ МУЗЫКА УДАНОШИВАЯ МУЗЫКА Мне правда очень жаль твоя дочь. Береги себя. В понедельник уже нужно приступить к работе. Я обалдел. Ничего, будем обжарываться на ходу. Комната в общаге небольшая, но зато все есть. Даже холодильник. Давай помогай мне. Твоя? Оставляем там купим. Нанка, ты очнись. Ты теперь невеста помощника следователя прокуратуры. Как же моя интернатура? Не переживай, я все решил. Переведем тебя в районную поликлинику. Тимур, я работаю в хирургии. Ну, придумаем что-то. Нан, главное, что мы вместе. И у меня наконец-то есть работа. Зачем нам куда-то уезжать? Тут все есть, Тима. Для меня нет. Послушай, Сережа, Сотняк, он же здесь работает уже полгода. И ты мог бы. Да. Тебе в Волошины пристроили. Ну так они и тебе помогут. Попроси Андрея. Скажи мне, а зачем начинать с блата, если можно самому? Да, так сложнее. Да, не все сразу. Но это правильно. Это для тебя правильно. Ты обо мне подумал. Я несколько лет училась для того, чтобы работать в районной поликлинике. А там тоже нужны хорошие врачи. Почему ты считаешь, что мне все равно, кем и где работать? Нет, я не это хотел сказать. Да что? Тима, Тим. Нан. Я хочу с тобой семью. Я тоже. Но я должна пожертвовать своей мечтой ради твоей? Прости меня, прости. Конечно, ты не должна ничем жертвовать. Разве невозможно быть счастливым без жертв? Конечно, возможно. Конечно, возможно. Так оно и будет все. Давай... Давай я поеду пока сам. А ты уже приедешь позже. А ты приедешь позже. Нет. Нет, я не хочу без тебя. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Алло. Ваша дочь очнулась. Можете зайти. Спасибо. Я бегу. Доченька. Моя хорошая. Мам, не плачь. Не буду. Что произошло? Я ничего не помню. А врачи сказали, у тебя в крови обнаружено. Мам, я не наркоманка. Обещай мне, что прекратишь. А ты обещаешь, что уйдешь от него? Вот зачем мне что-то тебе обещать? Дочь прокурора Андрея Волошина не справилась с управлением, и ее автомобиль слетел с дороги. Сейчас Александра Волошина находится в больнице. Ее прооперировали. Полиция не подтверждает наличие алкоголя или наркотических веществ в крови. Также сейчас проверяются другие образцы биоматериала водителя. Настя, прошу тебя, собери игрушки в сумку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Еще нет. Передам. Сейчас смотрю. Доброе утро. А вы по какому вопросу? По личному или по деловому? Настя. Сергея Сергеевича еще нет. Вы что-то подписать хотели? Оставляйте, я потом сама вам и занесу. Нет, вы передайте ему, если он будет спрашивать, что я буду после обеда. Мам, я есть хочу. Извините, няня заболела, в школе карантин. А сейчас их бабушка заберет. Давай. Это Ния. А вашу девочку как зовут? Кого? У вас есть дочка? Как ее зовут? Элиса. Мне имя Мия больше нравится. Настя. У тебя тоже очень красивое имя. Я рассчитаю с тобой за свободу. Я не все решаю. Прокуратура возобновит дело, вот с ними нужно договариваться. Мой отец вот в землю вспахивал. Мы с десяти лет на тракторе по уши в болоте. Серега, ты что забыл? Это моя земля, я ее не украл. Твои ребята в брониках с калашами людей расстреливали. Прямо с комбайна. А как мне защищать свою землю? Как мне защищать своих детей? Степан. Не так. Впервые посмотри на меня. Кто я? Миллионер. Или миллиардер. Я простой работяга на своей земле. А они кто? Кто? Да у них. Сотни тысяч гектаров земли по всей стране. И крышуют их сверху. Тебе не выжить. Приду забирать землю всех, постреляю. И сам застрелюсь. Да-да. Присаживайтесь. Можно еще вопросы? Лиза, ну у меня прием. Можно под общим наркозом? Но вы ничего не почувствуете. А вам откуда знать? Из практики. Разве что. Ну, не волнуйтесь, Лиза. Медсестра вам сделает укол, я подойду к вам через полчаса. Два часа. АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК По заданию? Не только. Самое, что я договорюсь встретиться. Значит, слушай сюда. Ну, по-дружески. Не лезь в дерьмо, Волошин. Они тобой играют. А это не так? Уверен? А позавчера в 4 часа утра ты разбирался с патрульной? Слушай, я не мог отказать на них. Еще лучше. Вчера его дочь поймали пьяным за рулем. Сегодня в ее машине нашли дури. Почему ты поехал решать его вопрос? Он же просто прокурор. Ну, нет. Они тут царствовали. Подмяли все под себя и снимают сливки. Я не против. Пусть жрут, но не меня. Серега, что произошло? Степан Заруба. Друг детства. Фермером стал. В детдом отцов усыновил. Рейдеры землю отбирают. Прокуратура крышует. Степана хотят посадить в тюрьму, чтобы рот закрыть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что это? Успокоительное. Убери. У тебя сердце. У всех сердце. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она жива. Ты всем позвонил, обо всем договорился. Ну, я прошу тебя, выпей. Меня Андрей беспокоит. Не советуется. С сотником все усложняет. Зачем ты втиснул его в это кресло? Не твое дело. Но я могу сказать то, что я думаю? Нет. Если это касается моего сына. Так, держите. Держите. Будет слегка кружиться голова. Вы ложитесь. А я приду за вами через полчаса. Не вставайте. Не вставайте. Что вам подать? Отойдите. Вам сейчас нельзя никуда идти. Не трогай. У нее уже есть черты лица. Понимаешь? Позвать батюшку? Ах. Нет, не нужно. Может, записочку за здравие напишите? Я пока посижу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пришли исповедоваться? Поговорите. Она меня не простит. Он всех прощает? Он прощает. А она не простит. Дочь. Родительство – это не всегда радость. Часто тяжелое бремя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я убийца. Мы все убийцы душ наших. И отбываем наказание в теле. Заточение души во искупление вины. Сил нет жить с этой виной. Попроси его. Он обречит твой крест. Что мне делать? Поехали. 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 Горок. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОН 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 СКУПИТ ТЕЛЕФОН МУЗЫКАЛЬНОЕ СКУПИТ Ну как? О ТЕБЕПОГОВОРИМ? Чуть позже. Это ж не рабочий момент, а твой личный. Ну пошли. Андрей. Что это? Ухожу от Андрея. А он об этом знает? И ты еще жива? А я жива. Я не смогла сделать аборт. Я и буду плохая мать. Хороших не бывает. А ты? Я так и не смогла стать хорошей матерью. Завидую тебе. Чему? Выносишь своего ребенка под сердцем. Извини. Алло? Нана Алексеевна? Вы можете сейчас срочно приехать в больницу? Что-то случилось? Не беспокойтесь, ваша дочь без изменений. Просто врач хочет обсудить результаты анализов. Андрей Иванович, вам несколько раз звонил отец и жена из больницы. И весь день журналисты звонят. Твой отец с сотником все уладил. Хорошо. Что еще? Мы с Серегой говорили о Зарубе. У него другая правда. Ошибаешься. Андрюха. Ну, не заставляй его выбирать. Они с Зарубой выросли вместе. Ты многого не знаешь. Серегу Зарубу не посадят никогда. Они друзья. Значит, потеряет место. Ты что, думаешь, я этого хочу? Ты что, не знаешь, как работает эта система? Знаю. Но не всегда системе надо слепо подчиняться. Иногда ее можно ломать. Начальник надзора в уголовном производстве ты. Если он его не посадит, это придется сделать тебе. Тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Нана. Геннадий Геннадьевич. Очень приятно. Взаимно. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А где Андрей? На работе. Что с Сашей? Синдром портальной гипертензии. Для точного диагноза нужно сделать биопсию печени. Нужна операция? Не исключено. Портальную гипертензию вызывает цирроз. И я подозреваю фиброз печени третьей степени. А самый худший прогноз? Трансплантация. Трансплантация. Дай что-нибудь от тошноты. Ты почему не на работе? Плохо себя чувствую. Неудивительно. Серьезно? Лиза. Вчера мне было стыдно за тебя. Ты действительно думаешь, что он у тебя женится? Я не думаю. Я знаю. Он тридцать лет держит тебя на коротком поводке. Он был женат. Да, но он пять лет как вдовец. Позаботься о себе. С Погореловым как? Серьезно или как всегда? Второй вариант. Погорелов – хорошая партия. И отец со мной согласен. Отгрохаем две свадьбы в один день, да, мам? А зачем? Когда угомонишься, Лиза. А зачем? Рожать пора. Упустишь его – будешь дурой. Я подумаю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ну, привет. Что со мной? Да ничего особенного. Вылетела. С дороги. Перелом. А зачем глотала шланг? Смотрели. Что-то вчера в ресторане ела. Мама плачет. Врачи ничего не говорят. Я что, умираю? Прикуси, сык. Мама плачет. Видел его? Злой. Ну, ты постаралась. Я не… Послушай, я на твоей стороне. Но рисковать репутацией семьи нельзя. И примирись с отцом. А он с тобой примирился? Ну-ка покажи. Себе возьму. Ну… Отдыхай. Он сказал… Я не его дочь. Ну, тогда он не мой сын. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Знаешь, почему моя бабушка вышла замуж за дедушку? Чтобы позлить своего отца. А он оказался хитрей. Взял и подружился с зятем. И организовал против дочери альянс. ЗВОНОК 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 Да? Ты звонила? Да. Поужинаем сегодня? Извини, сегодня не получится. В другой раз. Ну, давай завтра. По-дружески. Хорошо. Ну, тогда до встречи. А зачем тебе Погорелов, а? А я замуж. Хочу. А он заедлый холостер. Посмотрим. А меня мало. А ты замуж не берешь. Ну, тебе-то будет скучно. А я хочу поскучать. С Тимуром тебе ничего не суть. А ты ревнуешь? Ты любишь меня. А чем закончилась история о твоей бабушке? Мама. Мама. Упреждение моей мамы. Не от дедушки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я звонил. Я работал. Налить? У тебя ЧП. У меня все под контролем. Чьим? Не говори так со мной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твоя дочь в больнице. И ты сделаешь все, чтобы поставить ее на ноги. Это во-первых. Во-вторых, эта должность тебе не по зубам. А во-третьих? Пить и ездить к проституткам, это еще не значит быть похожим на меня. Я отвечаю на звонки. Я не ты. Это мой кабинет. И моя жизнь. И ты к этому уже не имеешь никакого отношения. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Повтори. Я тут. Прокурор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, она хочет уйти от Андрея. Кому? Ты шутишь? У нее, кроме него, никого не было. Будет. Она красивая женщина. Повтори. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У нее, может быть, мужчина. И твой Богорелов, кстати, в молодости был из нее без ума. Хм... Серьезно? Серьёзно? А что же произошло? А вот завтра у него и спросишь. Малыш, я не хочу тебе ни с кем делить. Я тоже. Есть сложности? Всё проще простого. А ты ещё что-то хотела мне рассказать? Нет. Только историю про бабушку. А что нам теперь делать? Нужно готовиться к пересадке печени. Кто может быть донором? Генетический родственник. До 55 лет. А если мы не подойдём? Братья, сёстры, дяди, тёти. Нужно обследовать. И если показатели совпадут, то… А если никто из родных не подойдёт? Можно от умершего донора. Но люди годами ждут пересадки печени, почек. В Европе, конечно, шансов будет больше. Вы пройдите обследование. Если противопоказаний нет, тогда… Извините. Ты можешь без истерик на людях? Это расплата. Мы и донора найдём. Нужен родной человек. Родной. Его нет. А если есть? Мы же можем найти отца. Ты с ума сошла? Может быть. Не привлекай внимания к нашей семье. У нас её нет. Я запрещаю. Я скажу Саше правду. Да? Да. Правда порождает ненависть. Ты готова к этому? Ты к ней даже не зашёл. Я на работу опаздываю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наня. Откуда вы знаете моё имя? Ох. Первое имя в записочке о здравии Александра. Значит, дочь. А свою вы в самом конце написали. Ну да. Я вот подумал о вашем страхе. Вы не ждите прощения. И откройте дочери свою тайну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На 20% сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Елизавета Ивановна, укажите, пожалуйста, в отчёте для СМИ о всех наших успешных показателях за этот квартал. Если вопросов больше нет, продолжаем нести службу. Сергей Сергеевич. Да. Пришёл новый запрос с Центрального телеканала. Просят дать комментарии по поводу аварии дочери прокурора. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Разберётесь без меня. Ты мне доверяешь? Особенно в постели. Выйти к журналистам. После дела Зарубы они на твоей стороне. Не прячься. Ладно, я подумаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Опаздываешь? Прости, буду через полчаса. Может, закажем ужин ко мне? Нет. Не люблю менять свои планы. Жаль. Тогда жду. Пока. Ну, Анночка. Мария Федоровна, здравствуйте. А почему не позвонила? Так получилось. Так, продукты. Маша, кто там? Ну, Анноченька. Узнала? Забыла меня. Бабуль, за три дня? Четыре. А я тебе говорила, переезжай ко мне. Будем каждый день вместе. Я хочу умереть в своем доме. Вредничает. Читай. Слух. Здравствуй, мама. Получила твое письмо. И пишу ответ. У нас все по-старому. Работа, домашние хлопоты. Не болеем мы, слава Богу. Может, летом приедем. Может, летом приедем. Билеты на самолет дорогие. Сама понимаешь. Передавай привет Анночке и внучке Саше. Целую. Твоя дочь Нина. Вот платочки деньги я Маше ответно диктовала. Пошлю же вместе с деньгами на билет. Хорошо. Дай Бог. Дождусь Ниночку. А почему Саша не приехала? Бабуль, ну, учеба. Ты же понимаешь. А я тебе твой зефир любимый привезла. Ты расстроена? Нет. Нет. Конечно, нет. Обманываешь. Не снисуй зефир. Нана, а что делать с письмом? Выбрасывайте. Я ответ в следующий раз привезу. Хотя вы не могли бы сами написать. Тяжело видеть, как она ее столько лет ждет. А может, позвонишь? Я свою маму последний раз на выпускном видела. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Лиза. Добрый. Так неожиданно, да? А вы уже уходите. Жаль. Могли бы вместе поужинать, познакомиться. Я сестра. Андрей Иванович. Я знаю. Анжела. Очень приятно. Пойду, посмотрю, если свободные столики. До свидания. Садись в машину. До скорой встречи. А наш папочка, он... Заткнись. Он не в курсе. Это не твое дело. Что ты ей пообещал? Слушай, у нее прав больше, чем у тебя. Сомневаюсь. Здесь течет такая же кровь, как и у тебя. А здесь ничего святого. до встречи, брат. Заказал? Только вино. Спасибо. Я сегодня не буду. Скажи, а как тебе работается с Андреем? Пока не понял. Вы остались с друзьями? Лиз, ты меня хочешь о чем-то спросить? Это правда, что Андрей увел у тебя Нану? Увел? Я сам уехал. У каждого была своя жизнь. А сейчас все могло бы быть иначе. Может быть, я ни о чем не жалею. Ты, может быть, и нет. Она, надумывая, жалеет. тук-тук-тук-тук. Пустили, так поздно? Угу. Я договорилась. Переночую сегодня у тебя. Серьезно? Я тут вкусняшки всякие принесла на завтрак. Все, что тебе можно. Мам, какой процент выживаемости при моем диагнозе? Сто процентов. А если загуглю? Бесполезно. Все индивидуально. У нас с тобой одна группа крови? Да. Ты будешь донором. Это единственное, чего я хочу. Но у нас с тобой разные ДНК. как-то так бывает. Ребенок твой, а клетки нет. Саша, тебя родила не я. кто? Другая мама. Она умерла. Какая у меня фамилия? Никонянка. Она умерла во время операции? Через два часа. После. Ее можно было спасти. Мам. Я не знаю. А моя сестра? Она прожила пару недель. Откуда ты все это знаешь? Вера рожала в нашей больнице. У тебя? Нет. Жаль. Ты бы ее спасла. Моя жаль домой. Можно я останусь? Я хочу побудь одна. Я хочу побудь одна. Все, все. Все, все, все. Все, все. Все, все. Молодец, молодец. Молодец. Елочка у нас! Включите катего-проверчивость, если суклода. Нанна Алексеевна, пульс падает. Готовьте операционную. Вера, не отключайся. Дыши. Давай. Хорошо. Дыши. Вера, дыши. Вера, Вера! Приехал неанатолог. У второй девочки, судорожный синдром. Как Вера? Стабильно. Я зайду к ней. Алексеевна? Что? Постойте. Подождите. Пойдемте. Нам надо сейчас прилечь. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Я сейчас кого-то позову. Ага. Еще. Можно отдохнуть? Да. Все будет хорошо. Тимур! Привет. Привет. Что случилось? Помоги мне найти одного человека. Кого? Его нет в живых. Нужен адрес прописки и родственники. А почему Андрей? Он не должен знать. Что происходит? Тимур, это очень важно. Мне больше некого попросить. Что еще могут у тебя сделать? Я буду ждать звонка. Да. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне что, разрешили выйти на улицу? Я не спрашивала. Пойдем к палату. Обидно, когда родной ребенок бракованный. А когда чужой, наверное, еще хуже. Мама тебя заставила меня удочерить. А что, меня можно заставить? Что я тебе рассказала? Все. Врачи, не боги, не спасли. И все? А что еще? Мы тебя воспитали. У тебя все было и есть. Да. Жаль, что не полюбили. А ты не санишь. А у кого мне было учиться? А что, тебе не хватало? Отца. Родители не выбирают. Даже приемных. А если я умру, ты будешь плакать? Ты не умрешь. Супругу уже рассказали? Нет. Даже маме боюсь. Срок маленький, а это ведь не в первый раз. Так, давайте настраиваться на хорошее. Угу. Ничего, я закаленная. Сережа, он чувствительный очень. Я не хочу его лишний раз обнадеживать. Юлия, вам сейчас тоже нужна поддержка. Ничего. Справлюсь. Спасибо вам большое. Пока не за что. Держите. Угу. Рожать буду у вас. Я не принимаю роды. Почему? У вас же все беременеют. Беременеют у меня, а рожают у других. Жаль. До свидания. До свидания. Юля, если что, звоните мне. До свидания. До свидания. Когда привезли роженицу? В 4 утра. Ее состояние на момент прибытия? Разрыв пузыря. Слабая родовая деятельность. Надо было ждать бригаду. Никого не было. Пасха. Надо было тянуть. Замельзить. Это было опасно. Была сложная операция. Большая кровопотеря. Но я справилась. А потом... Ну, можно ошибиться в определении диагноза. Свои дальнейшие действия. Понимаете? Но еще же нет. Еще нет заключения судмедэксперта. Вы уже готовы меня обвинить? Я пока что вас ни в чем не обвиняю. Но не исключаю врачебную ошибку. Я все сделала правильно. Экспертиза это покажет. Как только появятся результаты, патологоанатом мне позвонят. Если нужно будет, я буду давать показания. Думаю, до этого не дойдет. Я позабочусь, чтобы следователь тебя не беспокоил. Мне нечего скрывать. Я хочу, чтобы они установили причину смерти. Не лезь в это дело. Я сам решу. У Саши нет времени. Не говорите моей жене и отцу. Не стоит их волновать. Ищите донора или клинику за границей. Мы занимаемся. Ваша дочь первая в списке. Я отблагодарю вам. Андрей Иванович, деньги не главное. Неужели? За счет государства? Вот. Что бы вы понимали, на что рассчитывать. Все официально. Я запомнил. До свидания. Нан, привет. А ты знаешь ее отчество? Нет. Не знаю. Но она точно из нашей области. Может, это поможет? Вечером встретимся. Ну, чтобы не по телефону. А есть еще какие-то вопросы? Нана, зачем делать вид, что мы просто знакомые? Тимур, у меня сейчас прием. Понял. Извини. Перезвоню. Извини. 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 Выпейте за здоровье молодых? Спасибо, я за рулем. Ну, символически. Нет. Извини. 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 Не люблю обязательств. Горько! Не могу вам помочь. Свидетельства о смерти Веры Никоненко нет. А где оно? Я не знаю. Архив переезжал. В книге записи его нет, в архиве тоже нет. Странно. Ну, вы поймите, прошло двадцать лет. Ну, это официальный документ. Я понимаю. Ну, а что я могу сделать? Ждите запрос из прокуратуры. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. СМС-ку прочти мою. А кто такая Вера Никоненко? Мне надо знать, где она была прописана. Поищем. Андрей предлагал завтра в тире пострелять. Ты их будешь? Да нет, не уверен. А ты что, никогда о ней не слышал? А Никоненко? Нет. Но мы же друзья. А друзьям надо помогать. Спасибо. Пока. Нет, нет. Что ты делаешь? Девушка, стойте! Стойте! Не делайте это, девушка! Стойте! Стойте! Девушка! Что вам нужно? Простите. Я испугалась. Я думала, вы хотели. Смысучно. Простите. Я хотела вам помочь. У меня просто дочка такого же возраста, как вы. Вы себе помогите. Тимур. У меня есть для тебя информация. Встретимся? Да. А где ты сейчас? На нашем мосту. Скоро буду. Психология болезни. Печень. Гнев. Обида. Скрытые негативные эмоции. Любовью лечится? Ну, есть и хорошая новость. Я не Волошина. Они все равно твои родители. У меня никогда не было отца. Только мама и дедушка. Уже немало. Из-за меня мама опять от него не уйдет. Да сами разберутся. Я уеду. Куда? У тебя же лечение. Поехали вместе. Саша, тебе помощь нужна. Мне нужна свобода. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь парковаться нельзя. Что тебе удалось узнать? Вот. Здесь адрес подписки. Имя матери. Отец. Свидетельство о рождении не значится. Спасибо. Поселок Ровенький. Это километров сто отсюда. Ну, поедешь туда? Да. Сама? Да. Я думал, в жизни все будет проще. Оказалось, сложнее. Чем прыгнуть с моста? Я и сейчас готов прыгнуть. Не стоит. Вода прохладная. А ведь ничего же не изменилось. Все изменилось. Неправда. Я видел вас с Андреем. У нас сейчас сложный период. Наша дочь. Ну, при чем тут дочь? Ну, ты же знаешь. Не стоит искушать судьбу и нарушать правила. Ты сам сказал, на мосту парковаться запрещено. Еще раз спасибо за помощь. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Я вам звоню по поводу квартиры. Готовы переехать завтра. К сожалению, квартиры уже стали. Как? Подождите. Хорошо, я сниму любую квартиру, которая у вас есть. Нана Алексеевна, вам лучше обратиться в другое агентство. Всего хорошего. Ты вмешался? Ты где ночевала? У бабушки. Никакого переезда не будет. Иначе... Иначе что? Иначе я не оплачу операцию. Ты что, спятил? Она же ребенок. Ты же сказала ей, почему умерла Вера Никоненко? Что? Правда в горле застряла? Обязательно расскажу. Как только найду ее отца. Ты будешь делать то, что я тебе разрешу. Я буду это делать ради ее жизни. Ее жизнь спасут мои деньги. Кого ты будешь искать? Безродных бомжей? Ты хочешь, чтобы потом они нас шантажировали? Я не позволю тебе уничтожить мою репутацию. Хочешь спасти Сашу? Делай то, что я тебе говорю. СТУК 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 Ты что, не позавтракаешь со мной? Скоро я тебе буду завтраки готовить. Пугаешь? На пенсию пойду. С почетом. Надеюсь. Ты всегда так говоришь? Власть меняется. Сережа, у тебя ведь есть власть. Иметь власть и быть ею. Не одно и то же. Ну, тогда в декрет пойдешь вместо меня. Ну, да. Ты сейчас не шутишь? Ты еще хочешь детей? Как ты можешь такое спрашивать? Конечно. После всех моих усилий. Наших, наших усилий. Ты еще любишь меня? А ты ее разве не знаешь? Нет. Папа, папа, там полиция. Заруба Степан Иванович, у нас решение суда на обыск. Если вы будете препятствовать, мы будем вынуждены применить силу. Убирайтесь! Поцепляем периметр. Степа, Степа, не делай этого. Иди в дом к детям. Степа, прошу, иди в дом к детям. Подумай о детях, прошу тебя, не делай этого. Ваня, а свадьбу можем отметить и без гостей, только свои? Сейчас не время. А когда время? Раздражай меня. Я тебе не прислуга, чтобы мной пренебрегать. Кто тебя в семье уважает, кроме меня? Ни разу тебя ни в чем не упрекнуло. Ты даже дочь нашу не признал. Но и не отказался. Да ты и меня не признаешь. У тебя есть только сын. Ему можно все. Ему даже убийство простили. Ты и меня вынудила. Ты и пожалеешь, что тогда отмазал его не посадил. Добрый день. Бьете посуду? На счастье. И часто он так? Никогда. Ты его защищаешь? А ведь могла иметь выгоду. Ты полжизни в приемной и в постели у прокурора. Ты знаешь больше, чем кто-либо. А ему есть, что скрывать. А я любила. А не собирала компромат. А он тебя? Он. Ты никогда не станешь Волошиной. Нам в эту семью заказано. У тебя есть только я. и внучка. И внучка. Что? Правда? Я хотела сделать аборт. Нет. Нет, зачем? Тимур. Тимур. Знает. Он ни при чем. Тимур. Я думала, вы вместе. Я ничего не чувствую. Понимаешь? Так. Тимур. Тебе просто нужно время. Мама. А можно мужчину удержать ребенком? Не всегда. Но у тебя же получилось. Я не хочу тебе такую судьбу. Я не хочу другой. Все заполнила? Все. Важна ваша подпись. И здесь. Здесь тоже. Сверху и с ними. Это что? Люба, прекрати и не унижайся. Вошел. Это что? Нелюди. На экспертизу. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Большой разлет. Рвешь впуск после выстрела. ВЫСТРЕЛЫ 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 Максимальная концентрация при максимальном спокойствии. Главный ресет и контроль мушки с аликом. Ловкий. Столько лет прослужил, и ради чего все потеряешь? Рано, ты меня хоронишь? Что и кому ты доказываешь? Система прогнила. Система – это мы. Значит, мы прогнили. За рубу задержали, препятствовал прокуратуре обыску. Нашли оружие. ВЫСТРЕЛЫ 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 Смотри, обошел тебя. Серега, я предупреждал. А у тебя ведь тоже свой интерес в этом земельном бизнесе. Да. Иначе бы ты зубами не вцепился. Это не твое дело. Знаешь, Андрей Иванович, улики бесследно не исчезают. Ты убил человека и стал прокурором. А ты скрыл преступление и стал начальником полиции. Да. Но доказать это будет сложнее. Прошло 20 лет. У тебя ничего нет. Ошибаешься. У меня кое-что сохранилось. О чем бы вы не знали. Оружие. Оружие. Разряди. Точно. Забыл. Извини. Осв questão в очень�� nouvelle комната Да вижу я... Хватит уже. АВТОМНОМА АВТОМА ОЧЕНКИ ЗАДОРОВИ ТЕЛЕФОНА Продолжение следует... Добрый день! Добрый день! Я ищу могилу Веры Никоненко. Вы не знаете, где она? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Стойте! Стойте! Можно блокнот? Дайте! Дайте! Спасибо Кто убирает? Кто убирает? Дочь? Дочь? Чья? Ее? Дочь? Ее? Ее дочь? Ее дочь? Ее дочь? Ее дочь? Девочка родилась слабая. У нее не было шансов выжить. Я хотела забрать их обилие. Ну а ну успокойся. Нельзя так убиваться за чужим ребенком. Мы заберем Сашеньку. Мы не оставим ее одну. Андрей, не молчи, умоляю. Это чужой ребенок. Я сама ее заберу. Ты не должен отвечать за мои ошибки. Ладно, я прошу тебя, не разрушай нашу семью. Ты уже все разрушил. Нет, 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 нет. Я хочу быть с тобой. Но нам не нужен чужой ребенок. Услышь меня. Эта девочка заслужила семью. Вы должны ее удочерить. Нет. Я настаиваю. Это приказ? Да. Так будет лучше для всех. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Добрый день. Добрый день. Вы к кому? К главе администрации или заместителю. Ага, заместителю роскошь для нас. А что хотели-то? Хотела спросить по поводу одной вашей жительницы. Спрашивайте. Или обязательно в кабинете? А, извините, я не сразу поняла. Из города там у вас чиновники сорняки не убирают? Наталья Никоненко. У нее дочь была, Вера. Умерла. Хотите купить дом? Нет. Еще у родственников или знакомых. А нет никого. Наташа умерла лет 10 назад, а кроме Веры у нее никого не было. А я была на кладбище. Там могилки убраны. Не знаю. Сторож сказал, дочь убирает. Да вряд ли. После смерти бабушки ее в приют забрали. С тех пор я о ней ничего не слышала. А разве дочь Вера не умерла? Так у нее же двойня была. Одна девочка умерла. Наташе даже тело не отдали. Так пустой гроб и похоронили. А вторая девочка выжила. Правда, болела все время? Это ей уже сколько должно быть? 19 лет. А вы кем приходитесь? Знакомая. А про цаеву вы ничего не знаете? А никто не знает. Вера ж из города с животом приехала. От матери скрывала. А как зовут девочку? Вера, как и мать. Спасибо. Не за что. Спасибо. Подвезешь меня? Прости. Опаздываю на встречу. Возьми такси. Домой спешишь. Ну так скажи. Лиза, не карауль меня. Андрей хочет тебя убрать. Да, это очевидно. А перейди его. В юности он совершил какое-то преступление. И Волошины это замяли. А ты откуда знаешь? Родители ругались, а я услышала. И? Можно использовать эту информацию, пока он не закрепился в прокуратуре. Он же твой брат. А ты готова потопить его? Я ради тебя готова на многое. Хочешь, я все узнаю? Не нужно. Я и так все знаю. А ты не лезь в это дело. Я действительно не могу тебе подвести. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, доченька, как ты? Привет, мам. Мам, заедешь? Если успею. Тебе что-то нужно? Нет. Мам. Что? Не обижайся на меня. Ты неплохая мать. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Ты что, следишь за мной? Да. Андрей тебя послал. Я знала, что так и будет. Откуда? Из личного опыта. Тебе нельзя доверять. А тебе можно? Послушай, я приехал сюда сам. Я боялся за тебя. Что ты хочешь, Тимур? Что ты хочешь услышать? Какая я несчастная? Как сожалею обо всём? Исповеди ждёшь. Её не будет. Я выбрала свою жизнь так же, как и ты выбрал свою когда-то. Послушай меня. Ты мне не чужой человек. И мне совершенно не безразлично то, что с тобой происходит. А двадцать лет назад что, было безразлично? Нет. Ты зря сюда приехал. Со мной всё в полном порядке. А с ней? Вызову эвакуатор. Я могу остаться? Спасибо, что подвёз. Муж искать не будет? Скажу, что ночую у бабушки. А она держится ещё? Девяносто два года уже. О, боец. Забыла меня, наверное? Да нет. Вспоминала чаще, чем нужно. Ругалась. Обижалась, что не простился с нами. Аккуратнее за рулём. Аккуратнее за рулём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей! Что ты наделал? Ты же убил его! Ты же убил его! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Против тебя не было прямых доказательств. Сотник закрыл дело и получил повышение. Зачем ему что-то хранить? Дожидался высоких ставок. Он тебя запугивает, а ты повёлся. А зачем ты оставил дело в архиве? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но то, что лежит на видном месте, меньше всего привлекает внимания. Да. Давление подскочило. Вызвало скорую. Нет, ничего не нужно. Хорошо, если что, я позвоню. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, что ты будешь делать со своей любовницей и её ребёнком? Ну, то же, что и ты сделал. Я ожидал от тебя большего. Мы не оправдали ожиданий друг друга. Как же я жалею, что не посадил тебя за решётку? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты упустил эту возможность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же оставил тебя голодный. Вот решил вернуться с ужином. Пустишь? Эвакуатора нет? Утром водит. Я тебе еще не все рассказала. И не надо. Зачем ты вернулся в город? Зачем ты вернулся в городе, чтобы остаться? Спи. Стоять. Продолжение следует... 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 Богорелов был в чаровой в офисе? Нет, уехал на весь день. Куда уехал? В командировку по области. Набрать его, чтобы он к вам зашел. Нет, не надо. Есть пять минут? У Зарубы был обыск. Изъяли оружие, эффективные договора с пайщиками на землю. К нему не пустили адвоката. А ты вообще в курсе, что он стрелял на нашего человека? Это было похоже на провокацию. Оправдываешь преступника. Генпрокуратура не ведет это дело. Что ты сказал? Сверху по Зарубе не было указаний. Я изучил материалы дела. Это было чистой воды рейдерство. Было. А стало чистым криминалом. И вчерашний выстав все решил. Понятно. Что тебе понятно? Ты вообще где был вчера? Машина Наны в ремонте. Масло потекло. Будь подальше от нее. Не вижу для этого причин. Тим, я бы никогда. Я думал, что между вами все. Я сделал ей предложение, а она согласилась. Ну, ты сам уехал, ее оставил. А я с другом ее оставил. Брат, ну, мы что, из-за бабы ссориться будем? Найдешь себе выгодную партию. Чью-то дочь. А мне нужна такая, как Нана. Правильная жена. Понимаешь? Держи. Бери, бери, бери. Тебе надо такую тачку и за полжизни заработать. Эй, 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 полегче. Успокойся. Андрей Иванович. Все нормально. Как скажете. Будем считать, что в расчете тебе из жизни не хватит, чтобы понять, какая ты гнида. Пятна крови к линалистам на экспертизу. Угу. А постановление суда или протокол с местопроисшествием? Нет. Сергей Сергеевич, вы извините, но они же без документов не примут. Что значит не примут? Это личное распоряжение. Результаты не фиксировать. Я вас понял. Что нужно определить? Нужно сравнить кровь с номера с результатами крови вот этого человека. Если нет, тогда группа и стандартный список, а там дальше посмотрим. Это ж дело 2001 года. Его еще не закрыли? Выполняй. Понял. Выполняю. Лиза? Так неожиданно. Да, сюрприз. Добрый день. Добрый. Вы к Нане? Да, да. Вы тоже у нее наблюдаетесь? Нет. Я ехала мимо. И решила заехать. Ну, Нана что-то задерживается. Мне уже пора. Лиза? Да. А можно личные вопросы? Да. Не знаю, как спросить. Мне очень понравилось ваше платье на юбилее. дизайнерское. Да. Мне с фигурой не так повезло, как вам. Тяжело подобрать. Вы преувеличиваете. Что вы хотите? У нас с мужем юбилей, 20 лет, фарфоровая свадьба. Не поможете подобрать что-то романтическое? Я дам вам телефон от Ильи. Я бы хотела вместе с вами пройтись по магазинам, если это возможно. Юля, извините, ты анализы сдала? Мне уже пора, я заеду позже. Хорошо. Юля. Лиза? Да. Я наберу на неделе. Вдруг получится. Жанна Павловна, здравствуйте. Вы меня, наверное, не помните. Меня зовут Нана. Нана Волошина. Я невестка... Я знаю, кто вы. Что вам нужно? Мне очень нужна ваша помощь. Я давно не работаю в службе по делам детей. Помните, вы помогли мне удочерить девочку? Хотели сказать. Украсть. Меня заставили. Нарошить закон. Я не знала. Я прошу вас, помогите. Помогите мне найти второго ребенка. Опомнились. Спустя годы. Поверьте, все не так. Вы разделили детей. Здоровую забрали. Больную бросили. А теперь ищите. Я не знала. Или не хотели знать. Мне сказали, что она умерла. Поверьте мне, я ничего не знала. Я вам клянусь. Я вас умоляю, помогите мне. Пусть прокуратура поможет. Подождите. Я ее сама ищу. Волошина ничего не знает. Моя дочь умирает. Моя дочь умирает. Как тебя чувствуешь? Нужно было тебе раньше обо всем рассказать. Прости. Ты сказал прости? Мама умоляла, я молчал. Теперь сожру ее. Жаль, что у нас не получилась хорошая семья. Ты не поверишь, но... Я всегда хотел сохранить брак. А надо разрушить. А зачем мне знать это все сейчас? Ну, ты ведь судишь меня? А не за что. Я заботился о вас. Но я никогда ее не держал. Она могла уйти. Тогда почему не ушла? Потому что ей есть что скрывать. Например, двойную жизнь. Неправда. Она даже сейчас устраивает свою личную жизнь. Вот спроси. Вот спроси, где она была вчера ночью, когда я тебя забирала в скорую. Ты знаешь, я не стану ее держать, если для нее он важнее, чем ты. Так она все делает ради меня. Ты многого не знаешь. Ты врешь. Да, я... Я был плохим отцом. Жаль, что время не вернуть. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я по поводу вашей дочери. У нас нет дочери. А Вера? Мы были ее опекунами. Я могу ее увидеть и поговорить с ней? Нет. Она два года как ушла. А вы ей кто? Знакомая матери. А не знаете, где она сейчас живет? По интернату скучала. Может, там появляется. Пожалуйста, дайте адрес. Подождите. Да. Алло, доченька. Я чуть-чуть позже приеду. Тебе привезти что-то? Не нужно. Ну, хорошо. Я сама тогда что-то придумаю. Мане, надо ехать. Я уже сплю. Вот адрес. Спасибо. Если найдете, я веру. Передайте. Хорошо. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Сергеич, могу доложить? Оперативно. Да, говори. Предварительно кровь на номере не принадлежит погибшему ДДП. Хорошо. Что-то еще есть? Завтра будет развернутый анализ. Сразу мне на стол. Есть. Здравия желаю, товарищ Веноков. Сергей, рад слышать. Как служба? Осенний призыв уже стартовал? Готовимся. Чем могу помочь? Посмотри по базе военный билет Андрюхи Волошина. Нужна его группа крови. Сейчас. И срочно ищу бойцу донора для переливания. Смотрю. А какая нужна? У меня третья. Жаль, не подходит. О, нашел. Четвертая отрицательная. Точно, у него же редкая. Спасибо, дружище. Всегда рад. Значит, четвертая, Андрей Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера. Ой. Простите, я ждала вас завтра. Присаживайтесь. Так. Вот. Это работа от нашей школы на выставку. Вот, посмотрите. Есть очень хорошие. У нас детки стараются. Вот. Нам позвонили из управления, сказали выбрать пять. Я думаю, может быть, можно что-нибудь сделать. Другие детки огорчатся. Как вам? Работы просто замечательные. Только я не из управления. Извините. А откуда вы? Вот. Просили передать. А откуда это у вас? Это твои рисунки? Нет. Нет. Моей мамы. Кто вы? Я ее знакомая. Вернулась. Три дня ее не было. Я уже перестала надеяться. Вера, может быть, вам помощь какая-то нужна? Лекарства и лечения? Да нет. С рождения это не лечится. Я знаю. Я знаю. Вы ушли из семьи. Да. Они очень хорошие люди. Правда. Просто я не могла бы им заменить родную дочь. Как бы я этого не хотела. Вы дружили с моей мамой? Немного. А ваш отец? Я его не знаю. А где вы сейчас живете? В общежитии. Зачем вы меня нашли? Просто хотела увидеть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Нана, ты где? Как ты могла вообще такое допустить? Будь с ней. Почему вы не искали родных Саши? Никого нет. Ты же прекрасно знаешь. А ее сестра? Девочка, чью судьбу вы определили? Это же вы сделали. Или Андрей? Но Андрей ничего об этом не знал. А я думал не о чужих детях, а о вас. Ты была на грани. У Андрея опустились руки. Я не мог вам отдать больного ребенка. Но это не вам было решать. Она не может быть донором. Она инвалид. А вы откуда знаете? Ты ее нашла? Ты о Саше думай. Ей нужны силы, а не сюрпризы. Маму рисуешь? Можно? Ей понравится. Она сегодня уже два раза приходила. Я спала. Трудно быть мамой. Что ни сделай, а детям все не так. Никто не просит становиться мамами. А любить тогда кого? Ладно, пойдем в палату, ежик. Андрей тебя вчера искал. Ба, я здесь переночую. Я сама. Я хоть и слепая, но не беспомощная. Я тут подумала. Если ты умрешь, что я должна сделать? Я не умру. Пока что. Я подумала, хватит нам прикидываться. Ты о чем? Позвони матери. Она сама никогда не позвонит. Ну, мы же написали ей письмо. Я еще раз говорю, хватит прикидываться. И писать письма. Давно знаешь? Давно. О, стыдно ей. Всю жизнь себя винит. А что толку от этой вины? И ты уже не ребенок. Понять должна. Ба, но я... Я ребенок. Я все еще ее ребенок. Мам, мама, встаньте, пожалуйста, на один денечек. Нана, а билеты? А зачем он взял эти билеты на первое сентября? Нана, просто других не было. Все возвращаются домой после отпусков. А меня почему ты не берешь? Там же тоже есть школа. Или он меня не хочет брать? Послушай, солнышко, дядя Саша тебя очень любит. Ну, смотри, какой он тебе портфель красиво купил. И потом, солнышко, мы же договаривались, что первый класс здесь, да? На кого я бабушку оставлю? А второй где? Второй обязательно с нами. Мы как раз ремонт доделаем. У тебя будет своя комната. Год так быстро пролетит, что ты даже не заметишь. Не оставляй меня тут. Там-та-дам! Встречайте, золотая медалистка Нана. Журавская. Здравствуй, доченька. Мужа хотела. Семью. А кто не хочет в ее возрасте? Бабуль, у меня нет сил больше об этом говорить. Пожалуйста. Я прошу тебя, позвони матери. Позвони, пока я жива. И прости. Привет. Привет. Как ты узнала, что я здесь? Предположил. Это тебе. Тимур, не нужно. Ну почему? Это просто святые. Давай откровенно. Ты ищешь встреч со мной и добиваешься моего внимания. Все верно. У нас в молодости было увлечение. Увлечение. Не уверен. Оно прошло. И еще прошло сто лет. И мы друг другу никто. Это легко исправить. У меня есть муж. У меня никого. Ты сейчас издеваешься надо мной? Послушай, ты обещала говорить откровенно. А сама несешь всякую чушь, лишь бы не говорить правды. А ты правдолюб. Ответь тогда. Почему ушел без объяснений? Ты злишься на меня. Значит, я тебе не безразличен. Значит, ты думаешь обо мне. Вот скажи, что ты сейчас чувствуешь? Тимур, уходи. А я думаю о тебе каждую минуту. И чувства мои те же. И тогда я не ушел. Я просто отошел в сторону. Чтоб тебе не мешать. Вот это правда в моем понимании. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему не позвонил? Да я не думал, что успею увидеться. Ты жутишь? Нет, я проездом в командировке. Ага. Ну я сейчас отпрошусь. Пойдем в кафе. Тут есть... На. У меня нет времени. Ну хоть полчаса. Прости, я... я не могу. Тимур, что-то случилось? Нет. Все отлично. Почему без кольца? У меня нет. yon-то? Тюдет. Всего хорошего вам! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я сук. На тебе не похоже. Скажи, а что натворил Андрей? Это ты никак не успокоишься, да? Я имею право знать. Сбил человека, уехал. Насмерть? Угу. У тебя что-то есть на него? Еще не решил. Что с этим делать? Помочь? Лиза, угомонись. Походи по магазинам, по салонам. Потрать деньги, покачай попу. Как девочка. А ты желчь качаешь. Тоннами. А у меня даже компания есть. Твоя жена. Ты, кстати, выбрал подарок на годовщину? Зачем ты встречалась с моей женой? Тебя обсудить. Да расслабься. Я встретила ее в поликлинике у Наны. Лиза, не надо со мной играть. Ты – это ты. А она – это она. Два разных берега. Берега. А ты – наш океан. И я тот, кто с тобой спит. Для этой цели мне подойдет Погорелов. Он очень неплох в постели. Уходи. Уходи. Стой, 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 стой… Ну, ну что ты творишь? Тихо, 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 тихо. Лиза. Так нельзя, Лиза. Ты не должна встречаться с моей женой. Это неправильно. Понимаешь? Это было грубо. Ты перешла черту. Доброе утро, Вера. Здравствуйте. Рисунки на выставку взяли? Нет, еще не успели. Сейчас только девять утра. А, ну да, конечно. Вера, я вас вчера обманула. Зачем? Это сложно объяснить. Я попытаюсь понять. Кто это? Саша. Твоя сестра. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗАСТЕГНУТЬ, ЗАСТЕГНУЛА, А ВДЫХНУТЬ? По фигуре очень хорошо. Вам не нравится? Не сяду. Пару дней без ужина и сядете. Это мне не поможет. Почему? Каждый вечер готовите мужа? И его по вечерам не бывает дома. А вы давно с ним работаете? Да, года. Видите его чаще, чем я. Посмотрим что-то посвободнее. Да, конечно. Хотя мне это платье очень понравилось. И будет стимул держать форму. Боюсь, что не удержу. А вот, по-моему, очень хороший вариант. Красивая? Даже так? Никому еще не говорила. А так хочется. А муж? Это долгожданный подарок. Поздравляю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Да. Добрый. Сергеич, можно? Проходи. Показывай, что там. Вот, ребята-криминалисты подсветились, сделали. Все оперативно, как вы и просили. Так-с. Что за черт? Что-то не так? А почему первая группа крови? Почему не четвертая? Ну, я не знаю. Ошибки быть не может. Ребят-профессионалы. А, погоди, где тут половая принадлежность? Вот. При чем тут женщина? Пусть все переделают. С нуля. Странно просто. Раньше не ошибались. Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот расчетный счет немецкой клиники. Вашу дочь там ожидают через неделю. Донор есть? Врачи оперативно отреагируют, как только появится подходящий донор. Пересадка будет от умершего. Я так понимаю, никого из родных не нашли? Нет. Но в таком случае не теряйте времени. До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто это? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твоя сестра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здорово, Стой, Степан. Зачем вы пришли? У тебя сколько детей? Четверо? Пятеро. Молодец. Не каждый подпишется под чужих детей. Тебе сидеть нельзя. Вы своему сыну скажите об этом. Дело-то было копеечное. Тебе хорошие деньги предлагали. Не все продается. Все. Все. Продал бы землю, начал бы новый бизнес. Зачем вы пришли? Может, договоримся? Только уже не надо. Только не за деньги, а за свободу. А я на суде скажу, что ты мне денег предлагал. Кому надо, услышит. Иди. Расскажи. Детей жалко. Только привыкли к домашнему опять в казенный дом возвращаться. КОНЕЦ 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 Земля дороже, чем дети? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, Степан. КОНЕЦ КОНЕЦ Арестованы на выход. Ты глухой. На выход. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Завтра суд во сколько? Угу, хорошо. А почему врача не пустили? Вот сволочи. Ладно, я позвоню, пустят. Детей на суд? А давай. В новостях покажут, будет хорошо. Угу. Все, давай. Чего? Криминалисты оказались правы. В чем? Кровь женщины, первая группа. Шершелефан. Так, собери статистику вызова милиции и скорая в ту ночь. Аварии, бытовухи, разборки. Поднимай все архивы и сделай запрос по всем больницам. Ну, через неделю буду готов. Сегодня. И звони мне сразу же. Понял? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Ты привела её в наш дом? Успокойся, я тебя прошу. Она её сестра. Завтра она даст интервью, скажет, что мои отказались от неё, потребую денег и будешь шантажировать. Андрей, ты о чём? Я тебя предупреждал, а ты поставила под удар меня, всю семью и вообще всех. Пожалуйста, успокойся. Она никому ничего не скажет. Девочка, сирота, инвалид. Она даже готова стать донором. За сколько? Бесплатно. Вера, я тебе сейчас всё объясню. Я достаточно зарабатываю, мне не нужны ваши деньги. Я просто зашла увидеть комнату сестры. Вера, Андрей Иванович, публичный человек, он беспокоится. Не бойтесь, я уеду. Пусть её Миша отвезёт. Это и мой дом тоже. Вера, останьтесь, я вас прошу. Извините, извините. Вера, Вера, подожди, пожалуйста. Вера, постой. Вера, постой. Я тебе сейчас всё объясню. Мне нужно ничего объяснять. Андрей... Нана, мне нужно вам кое-что сказать. Что? Вот. Но я не уверена, что это он. Кто? Мужчина рядом с мамой. Это наш с Сашкой отец. Извините. Вера, извините. Вера. Прости, что так. Что с нами стало? Мы же вроде были нормальные. Или не были. Ты даже любил меня? Или не любил? Ты хоть какие-нибудь чувства к людям испытываешь, кроме ненависти? Мне тебя жаль. Страшно? Нет. Ты больше ничего не можешь. Это твой предел. А так? Так, страшно? Да. Ты преступница. Но я тебя простил. И ты обязана до смерти служить Волошиным. Я многим пожертвовал, чтобы добиться статуса. И ты не посмеешь. И ты не посмеешь. Ты не посмеешь сбитнать его. Поняла? И мне за это ничего не будет. Убирайся. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Скажи, где сводки по скорым? А, вот, извини, нашел. Завтра обещали еще привезти. Может, сузить запрос до города? Нет, область нужна тоже. Ты еще не уехал? Собрался. Зайди. Так. Да бесполезно это. Фу! Красиво. Еще не готова. Ты почему маме не сказала, что опоздала на маршрутку? Переночевала бы у нас. С тобой веселее. Расскажи о маме. Мы не подружки. Злишься на нее? Думала, хоть она честная. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ее можно понять. Не хочу крушить твои иллюзии. Но думаю, она знала о тебе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Может, и так. Она мне ничего не должна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Зачем тратить жизнь на обиды? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК УСКРАНЦКИ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩЕРОВ УСКРАНЦКИ УСКРАНЦКИ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты что здесь делаешь? Я звонила тебе несколько раз. И что? Приехала зачем? Нужно поговорить. Говори. Не здесь. Я уже позвонил жене. Значит, скажи, что тебя вызвали. Лиза! У тебя будет ребенок. Да, я хотел сказать... Это был не вопрос. Я беременна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Иди сюда. Ну, что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это кто? Сашин папа. Сможешь его найти? Проходи. Обор делать поздно. Раньше надо было думать. Мне. Обоим. А теперь нужно решать проблему. Сережа. Сережа. Я люблю тебя, Сережа. Почему вы не можете? Моя жена меня тоже любит. И я ей многим обязан. Тем, что вот это все она терпит в том числе. Но здесь же твой ребенок. Кто-то еще знает? Никто. Лиза, я... Запретить я тебе не могу. Хочешь – рожай. Но без меня. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Если хочешь, можешь остаться тут. Я переночую в отеле. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Если бы у нас с тобой тогда все получилось, как бы мы жили? Куда бы ездили с детьми летом? На каникулах? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А на Новый год? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Это был конец июня. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Мне подписали приказ о переводе. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я взял отпуск на два дня. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Купил обручальное кольцо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И приехал к тебе. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Чтобы сделать предложение и сказать, что я остаюсь в городе. Ты вышла из его машины с цветами наперевес. Я... видел твои глаза. Они сияли. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Потом он поцеловал тебе руку, ты смутилась и ушла. Он долго смотрел тебе вслед. И я тоже. Ты был там? Когда он уехал, я пошел за домой. Но он остановился. Ты бы стал оправдываться и просить прощения. Зачем? Я бы никогда. Я думал, что между вами все. Я сделал ей предложение, она согласилась. Ты же сам уехал, ее оставил. Я опоздал. Сам виноват. Он совгал. Андрей, зачем ты все это делаешь? Мне хочется делать для тебя больше. Мне как-то неловко, не стоит. Нан, дай я скажу. Я буду тебя любить и оберегать, заботиться о тебе. Выходи за меня. Нет. Что, откажешь и даже не посмотришь? Нет. То есть, да, я посмотрю, но, Андрей, я не могу. Посмотри, посмотри. Красивая. Как и ты. Андрей, зачем все это? Я не могу. Да. Тимур романтик. Он одержим мечтой. Ему важно самоутверждаться. И он постоянно будет мотаться с места на место, кому-то что-то доказывая. Так, речь не о Тимуре. Андрей, ты очень дорогой, надежный друг. Но я не люблю тебя. Ну, так просто возьми, как подарок. Прости, это очень дорогой подарок. Но ты же вышла за него. Ты исчез. Я не могла больше терять близких людей. У меня никогда не было отца. Мамин новый муж меня не принял. Обо мне заботилась только моя бабушка. Ты стал для меня всем. Я так хотела с тобой семью. Ту, которой у меня никогда не было. И о которой я так сильно мечтала. Но ты тоже меня оставил. Он привел меня в свой дом. И я увидела семью. Которая казалась идеальной. Настоящей. Крепостью. Я в это поверила. Ты любила его? Я никогда тебя не предавала. Алья. Я люблю тебя. Пожалуйста, не сейчас. Прости. Я не могу. Понимаешь? Я не могу быть счастливой сейчас, когда... Я понимаю, я... Просто мы с тобой были очень молоды. Я... Постиру тебя в комнате. Александр Павлович? У меня прием. Я на минуту к вам. Я донор Саши Волошиной. Вот, посмотрите. Тут мои документы. Там мой диагноз. Анализы. Есть ли какие-то риски? Я все понимаю. Я подпишу, что нужно. А вы кто ей? Здравствуйте. Вера. Нана Алексеевна, объясните... Александр Павлович, я к вам чуть позже зайду. Хорошо? Верочка, как хорошо, что ты здесь. Ты Сашу видел? Я ничего не сказала. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, вот мои документы. Покажите врачу, пожалуйста. Может, он разрешит. Вера, я не думаю... Я понимаю, но мне кажется, что стоит попробовать. Хорошо. Держите. Ну, хорошо. Олег Иванович, чем могу помочь? Надо проехать с нами. Так я не сделал ничего. Ответьте на несколько вопросов. У меня урок. Директор вас отпустил. Раз директор. Зачем ты избил Нану? Она тебе же сказала, почему умерла мать Саши. Смоладошничала. Идеальная Нана допустила медицинскую ошибку. И несчастная стекла кровью. Ее не посадили только благодаря мне. Но свидетели живы. И теперь ты ее шантажируешь. Спасаю. А что будет, если Саша узнает, кто убил ее мать? Ты расскажешь. Она поставила всю семью под удар. Ее убить мало. Хороший у тебя семья. Ты проиграл. Пора смириться. Руки от тебя, Марат. Не хочется. Трое пострадавших с первой группой крови. Так, здесь мужа сбил. Наши в больницу заставили. Здесь роженица стала плохо. Подобрали на дороге. Это ДТП. Там три машины. Месиво. Угу. И у всех первое. Да. Сергей Сергеевич, я вот что подумал. А что, если кровь на номерном знаке оказалась еще до аварии? Может. Вы бы еще автоматчиков с собаками за мной прислали. Извините, ради бога. Не думала, что так получится. Откуда у вас эта фотография? Дочь Веры дала. Вы ведь были вместе? Ну, я любил ее. А почему же тогда оставили? Она сама ушла. А дети? Перед родами поссорились. Она сказала, что дети от другого. И вы поверили? Не было все равно. Я любил ее. Все равно хотела жениться. Ну, а она ушла и сказала к нему. А его вы и знали? Нет. У нее подруга в городе была. Она их познакомила. Я вам не помогу. А если дети ваши? Я был молод. Испугался ответственности. Тайком деньги высылал ее матери. Пока не женился и не пришлось кормить своих. Олег, моей дочери нужна операция по пересадке. Если вы отец. А ей если нет? Умоляю вас, пройдите обследование. У меня денег нет. И потом и жена узнает. Я вам все оплачу. Только вы ничего не подумайте. Мы живем скромно. Сможете дать часть аванса? Конечно. Простите, что-то не так? Да. Этот протокол повторный. А где первичный? Нет. Это все, что было. Скажите, а вот Костылев, он работает еще? Нет. Давно на пенсии. А как его можно найти, не знаете? Да. Возле морга пятиэтажка, второй подъезд. Ну, вряд ли он вам скажет что-то полезное. А почему? Ну, Федя всегда был по этому делу. Понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Сергеич, на два слова. Слушай, давай по телефону, а то я в суд от нас двое. Она была беременна. Кто? Кровь на номерном знаке приняли жало беременной женщине. Значит так, отправляй запросы, узнавай все, что возможно, и все, что невозможно, тоже. Как фамилии этой? Сейчас. Погоди. Да. Нет. Что? Когда? Да, сейчас буду. Так, а что? Вы хотите рискнуть ее жизнью? Нет, конечно, что вы. Но я обещала ей спросить. С ее диагнозом ДЦП операцию не переживешь. Александр Павлович, я нашла еще одного человека. Нана Алексеевна, в понедельник Саша летит в Германию. Если все пойдет по плану, будет операция. А если не по плану? Ну, ведь нет же гарантии. Кого вы нашли? Нет. Вот. Завтра заберем тебя домой, отдохнешь немного. И вещи соберем. Она смешная, а он некрасивый, и я не похожа на них. Как его зовут? Олег. Ну, это еще… это не точно, что он… Он в нее влюблен. Да. А в кого влюблена ты? Да, Саша… Где ты живешь? Дома. Ну, Жоша… Отец мне все рассказал. Саша… Мы с Тимуром знакомы очень давно. И между нами ничего нет. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Лицом к стене. Пошел. Оставьте. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Когда? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Под утро. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Кто заходил к нему? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Никто не заходил. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Это не его. Проверяем, как он у него оказался. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пиши заявление. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Нет. Искусственные роды сделают тебя инвалидом. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Он не хочет ребенка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Пока что. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА У него будет свой. Лиза, это проблема. Но не трагедия. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Держать мужчину намного сложнее, чем увезти из семьи. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я не хочу этого ребенка! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я хочу его! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Время и терпение – оружие, таких, как мы. Каких? Неидеальных. Мы умеем играть. А жить, когда мама? Знаешь что? Отпусти его на время. Но подстрахуйся. Не вычеркивай Погорелова. Между нами ничего нет. Но было же. Не теряй времени. Сделай Погорелова отцом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ресторан «Тишина». Можно встретить рассвет. Кстати, свекор твой пригласил меня на ужин завтра. Что-то я сомневаюсь, что мне надо туда идти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я буду рада. С Верой познакомишься. Спасибо. Как ты жил все эти годы? Расскажи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, с чего начать? С обыденного. У тебя есть дом? А зачем? Я... дом привязывает. А что у тебя есть? У меня есть жизнь, работа. Пока мне этого достаточно. Ты раньше детей хотел? Я и сейчас хочу. Ты прости меня. Я хотел доказать, что все могу сам. Я хотел сделать тебя счастливой. Я была счастливой? Нет. Я ничего не мог тебе дать. Но мне ничего и не нужно было. Мне нужно было. Я ушел тогда, потому что... Я понял, что ты больше не веришь в меня. Ты из-за этого уехал? Да. Да. Если бы я мог повернуть время назад, я бы никогда тебя не оставил. Я готов ждать сколько угодно. Не жди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Олег? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты дочь Веры? Да. Похоже. А где сестра твоя? С ней пока встречаться нельзя. Позже можно будет. Правильно. Пока все не прояснится. А можно руку вашу? Что? Мне просто бабушка говорила, что у нас с мамой руки разные. А с вами? Ну, как? Ну, похоже, немного. Не то, что кажется. Я, это, на электричку могу опоздать. Скажите, а когда будут результаты анализов? Мне сказали. До свидания, Вера. До свидания. До свидания. Давай. Давай. Опоздаешь? Опоздаю. Погорело. Что мы делаем? Мы завтракаем. А что будет после всего? Будет апрель. Будет апрель? Я уверен. Я уверен, у нас с тобой еще будет много апрелей. Будем догонять все, что упустили. Тимур. Я должна тебе сказать. Потом. Потом. Все потом. Ты опоздаешь? Я опоздаю. Тимур. Ольга? Вы ошиблись. Олег Рожков из художки. Постарела, не узнала. Ты к дочери Веры пришла? Простите, не знаю никакую Веру. Это же точно ты. Кто это? Не знаю. А он тебя знает. Кто такая Вера? Меня это не волнует. А по тебе не скажешь. Простите, в какой палате лежит Александр Волошин? Это он? Угу. Почему ты не сказала? Хотела убедиться сама. Знаешь, думала, откликнется что-то в душе. И что? Ничего не почувствовала. Сашка. Послушай, наш отец точно где-то есть. Точно. Нужно просто немножечко подождать. У меня нету столько времени. Саша, нельзя так говорить. И так думать тоже нельзя. Привет. Собрала вещь? А где дедушка? Сашенька, дедушка очень хотел тебя забрать, но не смог. Да? Знакомьтесь, моя сестра Вера. Здрасте. Здравствуйте. Федор Ильич, добрый день. Уважительно. Давно так ко мне не обращались. Добрый день. Можешь поговорить? Следователь? Не теряю квалификацию. Но вы вроде все больше по мертвецам. Поверьте, мне никакой разницы. Только меньше говорят. Двадцать лет назад после рода вдвойне умерла женщина. Ее оперировала врач, молодая врач, Нана Волошина. Невестка прокурора. Значит, помните этот случай? Уголовное дело открыли и закрыли по факту смерти. Нечего было расследовать. А суд в медэкспертизе не было? Нет. Не было. Врачебная ошибка. А вас заставили это скрыть. Федорович. Федорович. Вы не следователь. Отчего она умерла? Черепно-мозговая травма. Роды лишь усилили кровоизлияние. А почему этого не было в протоколе? Я переписывал его три раза. Хотите совет, товарищ не следователь? Оставьте мертвецов в покое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, уже освоился в нашей прокуратуре? Да все нормально. Андрей помогает. Хорошо. Ему нужен там свой человек. Тимур, где живут ваши родители? Мои родители, к сожалению, давно умерли. Простите. Без семьи и поддержки тяжело в любом возрасте. А у него есть мы. У нас будет девочка. Прости, что я говорю. Это здесь, но ты все время на работе. Я тебя ошарашила. Прости. Вот это новость. Поздравляю. Добрый вечер. По какому поводу поздравления? У Лизы и Тимура будет ребенок. Ух, какой ты шустрый, Погорелов. А когда свадьба? Простите, баронус-то. Кто-то стрелял? Все в дом. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. МАШИНСКАЯ СКОРОМА Тимур, ну, что ты молчишь? Мне и так тошно. Но сглупила, сказала, при всех. Уже человек. Зачем ты это сделала? А ты разве не рад? У тебя же нет детей. Решила исправить. Я этого не планировала. Ты разве не устал от одиночества? Нет. А я очень. Ну, ты появился, и мне показалось, мы можем быть вместе. Да, ты права. Тебе показалось. Лучше сделать аборт. Ты так просто об этом говоришь. Этот ребенок, он уже есть. Я ошиблась. Решай, появится он на свет или нет. Лиза, не надо загонять людей в угол. Они потом оттуда стреляют. Ну, давай. Хотя бы попробуем. Спокойной ночи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексеевна? Я ошибся адресом? Привет, Серёжа. По-моему, после приезда Погорелого всё пошло к чертям. Всё уже давно пошло к чертям. А где он? Я вот так и не понял, зачем ты вышла за Волошина? Серёж, не пытайся понять. Иди сюда, иди сюда. О, Серёга. А у тебя там гости. Поехал я. Я всё куда-то поехал. Ты знаешь, какой был Стёпка. Я сочувствую. Давай ключи, я тебя отвезу. Да, дай! Они его убили! Прокурорские мрази! Все, все, успокойся. Друга моего, Степку. Садись, садись. Кто такая Вера Никоненко, м? Зачем ты ее искал? Садись, садись, садись. Тихо, тихо, тихо. Погорелов, ты такая же сволочь, как и они, понял? Садись, 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 садись. Нан, подожди, не уезжай, я... Тимур, я не останусь. Нан, у меня с Лизой ничего серьезного не было. А твой ребенок будет расти без отца? Я не знаю, Нан, я пока ничего не знаю. Но я точно не смогу жить с нелюбимой женщиной. Мы поспешили. Все ошибаются. Нан, я не могу без тебя. Нан, я все знаю о смерти Веры. Ты ничего не знаешь. Не возвращайся к нему. Займись своей жизнью. Денис, классный. Как смотрит на тебя? Рада, что вы познакомились. Теперь ты знаешь всех моих. А я твоих никого. А у меня никого нет. Мне понравился твой дедушка. В детстве я представляла, что он мой папа. Он добрый, как моя бабушка, как наша бабушка. Когда все закончится, съездим к тебе. Конечно. К маме сходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что вернулась. Я на пару дней пока слышу, что тут. Неважно. Пусти. Ты почему вздрагиваешь от моих прикосновений? Я любил тебя. Ты ему не нужна. Я больше не могу. И не хочу. Тебе некуда больше идти. Вам не тесно тут? Где ты была? Это Саша. В первом классе. Смешно. Здесь разукрасили, да? Мышкой. А это лагерь. На море в первый раз. А я никогда в лагере не была. И на море тоже. Я все мечтала там с мамой оказаться. А вы часто вместе ездите? Сашка, чего молчишь? Устали, наверное, все. Спать пора. Спокойной ночи, Вера. Спасибо, что нашли меня. Спокойной ночи, доченька. Отдыхайте. Отдыхайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что с ним будет? Ничего хорошего. Если раскроется правда, пострадаем мы все. Я даже боюсь думать об этом. Я прошу тебя, постарайся все решить мирно. Уговори Андрея. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Может, сделаю тебе мяку? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЗАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Снова меня остановишь? В этот раз нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да пошел ты! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сереж, Сереж, выпей. СТУК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Может, кофе? Нет, спасибо. В следующий раз не оставляй на видном месте. Что ты знаешь про Юр Никоненко? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ее сбила машина. Привезли в роддом. Врач, принимавший роды, не вызвала полицию. Покрывала убийцу. Знаешь, кто был врач? Знаю. Вот. Говоришь, что не помогаешь Волошиным. За рулем был Андрей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИЗДАЛИЦИИ Нана никого не покрывала. Она не знала про аварию. Угу. Прикидываешься на юным. А я докажу, кто ее убил. Ты зачем собаку застрелил? Укусить хотела. Машина Андрея. Он здесь? Собаку вил сотник. Зачем? Без загибели зарубы. Отец сказал, что будет делать? Сотник – угроза для нашей семьи. Это Волошина. Угроза для всех. Андрей у сотника на крючке. Он убийца. Откуда? Откуда ты знаешь? Я все знаю. Я жду от него ребенка. Ну, тогда ты знаешь, что сотник покрывал Андрея, и он тоже преступник. Вы ничего ему не сделаете? Лиза. Он просто втянул тебя во все это и использует. Если с ним что-нибудь случится, я публично обвиню прокурора в смертельной аварии. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дура. Анна, привет. Нам надо поговорить. Тимур, нам не нужно больше видеться. Ну, это очень важно. Давай я буду ждать тебя в кафе напротив больницы. У меня сейчас прием. Хорошо, я дождусь. А вы были на ее похоронах, да? Конечно, весь поселок был. Такая молодая. Мать Фатуя ей одела. И что люди говорили? Ну, там, знаете, на похоронах или после шепчутся. Да ничего никто не говорил. Тяжелые роды. А чего ты вдруг такой интерес к этой истории? Все ищут веру с того света. А кто еще? Женщина приезжала какая-то. Подругой назвалась. Она так сказала? Угу. А вы родом из поселка? Да. Скажите, может, вы знаете, с кем Вера общалась? Ну, там, родственники в городе. Там у нее подруга была, старше нее. Тоже наша поселковая. Но она уехала раньше. Оля, Оля, Оля. Оля Крыськова или Оля Крысько. Ну, вот, мы и пришли. Скажите, это она? Не знаю. Тридцать лет прошло ж. Ну, да. Вы, если вдруг кто-то еще будет интересоваться Верой, вы мне позвоните и сообщите, ладно? Нет, ты не любишь меня. Нан, вспомни, пожалуйста, Это в ту ночь, когда ты оперировала женщину. У неё были какие-то травмы, может быть, ссадины, там порезы. Незначительные ссадины на руках. Тимур, к чему ты ведёшь? Может так случиться, что… ты не причастна к её смерти. Сотник сейчас ведёт расследование. Её сбила машина. За рулём той машины мог быть Андрей. Бред какой-то. Послушай, у меня есть все основания доверять Сотнику. Ты хочешь узнать правду? Я знаю правду. У меня закончился обед. И не звони мне. Прошу тебя. За рулём η Клинецкая店… Т囪 Bürger Ту-pen Т到 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергеич! А, его нет. Ну, я оставлю. Лучше попозже зайти. Что это? Это по делу Веры Никоненко. Да, я знаю. Оставляй. Хорошо. Пойду? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вера. Вера Никоненко. Ты пришла к дочери Веры? Не знаю, никакую Веру. Что ты нашел на Андрея? Сбил человека, уехал. Насмерть? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что ты делаешь? Это ее сбил Андрей? Родную мать Саши. Звали так же. Что? Ну, ты же знаешь, что ее удочерили. И у нее есть сестра. Черт. Точно. Как же ее упустил-то? Проведи генотипоскопическую экспертизу крови Александры Волошиной и Веры Никоненко. А это что за шовы? Сергей Сергеевич Сотник. У нас разрешение на обыск в рамках расследования криминального производства о вымогательстве. Вам запрещено покидать помещение до окончания обыска. Извините. Оставьте телефон на столе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как умерла мать Саша? У Сотника обыск. И мы обе знаем, кто это устроил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Хочешь отомстить Волошиным? Другого шанса у тебя не будет. Он испоканил твою жизнь. И жизнь Саши. Сделай это хотя бы ради нее. Андрей вырастил Сашу. И он оплатит операцию. Ты полная дура. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди. Не закрывай. Вот посмотришь в дороге. Это мамины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот мама. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты очень похожа на нее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сотник передал перед обыском. А что это? Пусти в дом. Пошли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей твой друг. Что теперь с ним будет? Для обыски ничего не обнаружили, но отстранят на время расследования. Посмотри. Виновник ДТП скрылся с места преступления. А через годы получил должность прокурора. Девчонки. Такси заказывали? СМЕХ Смотри, Серега, оглядывается? Да они на нее оглядываются. Да... Козырный ты парень, Андрюха. Батю угодил. Четыре девятки. Лучше бы четыре шестерки. Откуда это у него? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Елизавета Ивановна, если будет возможность, передайте шефу, что анализ готов. Что там? Говори. На номере кровь Веры Никоненко. Начальника полиции Сергея Сотника отстранили от должности на период следствия по делу о вымогательстве. По неофициальной информации, Сотник требовал 100 тысяч долларов у местного предпринимателя заведения бизнеса в области. В сети появилась аудиозапись, на которой начальник полиции требует взятку. Правила знаешь. Налоговая будет в курсе. Получаешь 2 в 1. Сколько? Можем договориться? Скидки или отсрочки? 100. И новогодней распродажи нет. Платишь – работаешь. Платишь. А если он заговорит? Сомневаюсь. Ему теперь надо думать о своем будущем. У него жена беременная. Надо назначить Погорелову начальником полиции. Он уже почти член семьи. Погорелова. Погорелов. 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 Не вкусно? Закажи что-то другое. Я еду к родителям. На выходная? Навсегда. Мама поможет с ребенком. Сбежать хочешь? Он мой сын. Я не суррогатная мать. Ты не любишь меня. Ты в чем-то нуждаешься? В семье. Ты хочешь купить у меня сына, а я так не могу. Ты никуда не поедешь. Мы поженимся. Будем жить вместе. Ты дашь ему свою фамилию или будет как с Лизой? Ты еще молодая, рассуждать об этом надо. Ну, не глупая. У меня есть адвокат, и я не позволю использовать себя. Не ставь мне ультиматум. Иначе я заберу его. Вот. Возьми, это мой. Все будет хорошо, Сашка. Из аэропорта позвонишь мне. Нанна Алексеевна, на минуточку. Что случилось? Мы только что получили письмо из клиники в Германии. Они не могут принять Сашу. Почему? Они просят отложить приезд. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, что произошло? Почему клиника не приняла оплату? Счета заблокировали. Как заблокировали? Спасибо Погоревову. Ты что, думала, он переживает за жизнь твоей дочери? Да он сливал меня к генеральному. А где ты был в ту ночь, когда родилась Саша? Погорелов пошел против меня, а ты ему подыгрываешь. Может, теперь он будет спасать жизнь твоей дочери? Я хочу только одного. Андрей. Реши вопрос с операцией. Прошу тебя. Я был дома. В ту ночь. Давай. Нан! Как Саша? Операцию отменили. Наши счета заблокированы. Я не знал, что все так обернется. Да что ты? Хочешь сказать, ты здесь ни при чем? Андрей зашел слишком далеко. И рано или поздно это должно было случиться. Но случилось это именно сейчас. Нана, я правда ничего не мог сделать. Сотник передал документы в генпрокуратуру. Я не играю ни в чьи игры, поверь. А я правда хотел тебе помочь. Надеюсь, ты достиг своей цели. Нам надо держаться вместе. Сейчас на твоего отца, на всю нашу семью начнут лить грязь. Но ты не должна никому верить, кроме меня. Чему верить? Ты только что сказал, что мою мать убила. Этим тоже могут воспользоваться, чтобы нас очернили. Саша, я не говорил убила. Я сказал, врачебная ошибка. Прости. Неблагодарная. Стой там. Здравствуйте. Нана уже вернулась? Пусть они побудут вдвоем. Проводи меня. В общем, если ты хочешь, можешь уехать. Саша не против? Но я не хочу уезжать. Для нее так будет лучше. Как сказать, это ребенку? А подростку? Я не знала, как. Я была готова. Я забралась. Перед всеми. Извините. Нана, можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы проходите, не стесняйтесь. Вы же потенциальный отец, да? Познакомимся. Сказали, вы сегодня улетаете на операцию? Уже прилетели. Вы, Олег, вообще как? Готовы принять двух взрослых дочерей? Александра, я не ваш отец. Мне жаль. Согласна. Мне тоже очень жаль. Извините. Извините, что побеспокоили. Идите, простите. Жаль вам. За неустойку никто не заплатит. Саша. Доченька, не вставай. Не вставай, мой хороший. Саша. Денег нет. Сашка. Доченька. Я в дверь. Доченька, позорите врача. Стой, не входит. Раз. Девенька. О, заходи. Где моя папка? Ты же знал про операцию Саши. А он знал, что у Степана пятеро детей. Документы где? Нана ни при чем. Да все они там по уши. И ты тоже. Только молчал все эти годы, пока самого не зацепило. Не везет тебе, Погорелов. Вечно ты по чужим бабам. Лиза, моя. Да твоя, твоя. Дальше что? Что с тобой? Ты что, пьян? Ты с кем-то подрался? Почему ты не отвечал на звонки? Привет, Солнце. Что ты ему сказал? Правда. Ты же хотела, чтобы все знали. Сказал ему о ребенке? Ты зачем показала ему документы? Я испугалась. Тебя могли арестовать. А он твой друг. А может, ты хотела повесить свою проблему на него? А что мне делать? Я никому не нужна. Потому что он не зацепило. Ты забыл. Я не могла. А что я не знаю? Я не хочу. Я не знаю. Я не знаю. Я не хочу. Загадай желание. Что, ресничка упала? Угу. Я никогда не угадываю. А я тебе подскажу. Загадала. Не сбудется. Загадала вернуться в тот день, когда с тобой не поехала. Закрой глаза. Я люблю тебя. ЗАГАЧНАЯ МУЗЫКА ЗАГАЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Поезжайте, она будет спать. Хорошо. Звоните мне в любое время. Хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вера... Ты, наверное, хочешь уехать? Прогоняйте. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Нет. Что ты? Я очень виновата. Иван Степанович мне все подробно рассказал. Я хочу остаться с Сашей. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Конечно. Просто я думала, что ты из-за меня. Вы не хотели, чтобы мама умерла? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Не хотел. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Прости. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЗАВТРА ВСТРЕЧАЮСЬ С ГЕНПРОКУРОРОМ Завтра встречаюсь с генпрокурором. Я с тобой. Ты пойдешь на больничный. Исполняющим поставят Погорелова. Это не есть хорошо. Главное – разблокировать счета. Я с этим сам разберусь. Ты считаешь, что я ничего не могу? У тебя есть только один шанс вернуться в этот кабинет с больничного. После операции. Саша – твое спасение. Я планировал встретиться с Юрием Митальевичем. Его вызвали в администрацию. Сам понимаешь. В общем, я не буду ходить вокруг да около. Я зачем пришел? Вся эта суматоха вокруг нас. Я понимаю. Ты должен поддерживаться протоколом. Иван Степанович, это не суматоха. Это проверка. Отмывание пятен на нашей репутации. До этих пятен и так не сосчитать. Ты серьезно? Мы пошли тебе навстречу. Доверяли. А ты столкнул нас с МВД. Так поменяйте начальника полиции. И все уладится. В чем проблема? Мы не можем быть в центре коррупционного скандала на камне выборов. И рисковать. На время расследования исполнять обязанности будет Погорелов. Остро мне встречу с генпрокурором. Ты что, не понимаешь? Он не хочет встречаться с тобой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Вы ко мне? Здравствуйте. Вы, наверное, знаете, кто я? Нет. Вы моя пациентка? Я не хотела ребенка, но... Андрей. Вот оно что. Я хочу все объяснить. Сколько вам лет? Двадцать пять. А, зовут как? Анжела. Анжела. Вы испортили себе жизнь. Я не буду с ним. Будете. Если скажет. Он может забрать ребенка. А от меня вы что хотите? Отговорите его, я уеду, мне ничего не нужно. Он найдет вас. Если захочет. Извините, я отороплюсь. Нана. Ну, если он заберет ребенка, вы же будете его воспитывать. Вы с ума сошли? Мне не нужен ваш ребенок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Это вам? У вас годовщина сегодня. Ха-ха. Спасибо. Я очень надеюсь, что размер подойдет. Она на запах. Ух. А, ты. Не смогла пройти, Бима. Лиза. Спасибо. Нет слов. Знаете, у меня давно не было подруги. Так сложилось. Все родили, с колясочками гуляли. А мне было как-то не по себе. Я понимаю. Я не знаю, есть ли у нас общая тема, но мне бы очень хотелось. Нам придется их с вами найти. Я тоже жду ребенка. Боже, какое счастье. Я очень рада. Очень. Я очень надеюсь, что вы меня поймете. Иначе я бы сюда не пришла. Да, конечно. Мужчине выбирать между двумя женщинами сложно. А между двумя детьми невозможно. Особенно такому, как Сергей. Что? Что выбирать? Он любит меня. Простите. Моему ребенку тоже нужен отец. 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 Я знаю, насколько вам тяжело далась ваша беременность. Сергей вас очень уважает. И будет поддерживать. Но вы же чувствуете, что он давно не с вами. Сколько? Сколько? Два года. И двадцать лет. Вы что думаете, что я такая глупая, что можете вот так прийти просто и напротив мудрая? Ты его шлюха. Я его любимая женщина. Не держите его. Сорока ворона, кашку варила, детка кормила, а наш папа не идет и обед нам не несет. Ой. Юр, ну где ты? Ну сейчас разрыдается, я же не успокою. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Ну беги, конечно. На чуть-чуть. Может вам магазин надай? Я могу присмотреть. А, нет, спасибо. Сейчас наш папа придет. Да? Ага. Спасибо. Дальше… Простите, а мне кажется у вас... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нана. Где она? В палате. Есть угроза выкидыша. К ней можно? Сейчас нет. Капельницу поставили. Хорошо. Я подожду. И... Мне жаль, что с Сашкой так вышло. Андрей не оставил мне выбор. Я не обязан служить ему до конца жизни. А тебя, наверное, заставили. А вот как ты заговорила. Да, Серёжа. Заговорила. Уходи от Волошина. Иначе погибнешь. Под их обломками. Скоро лекарства подействуют, и вы уснёте. А захотите встать, зовите меня. Только недолго. Да. Ну, ты как? Напугала всех. Ты всегда мне изменял. Только я не знала, с кем. Под Новый Годом. Тайком в багажнике я искала подарки. Я думала, у тебя есть дети. А потом смирилась, что ли? Юль, тебе нельзя волноваться. Она мне платье подарила. Хочет гулять с колясочками. Я... люблю тебя. И я же всегда... Всегда знала о них. А встретиться вот так... больно. Прости. Не даст. Он мне детей. Я прощала. Молилась. Но не заслужила, видимо. Я всё исправлю. Клянусь. Я могу больше. Не хочу. Если нас увидят, он убьёт. Ну, ты ж у меня упертая. Да, сестричка. Голова не кружится? Так. Хорошо. Давай. Потихонечку вставать будем. Так. Сашка, ты чего? Саш, ты чего? Больно? Ну-ка, скажи, что такое? Я боюсь умирать. Ты что? Так, а ну посмотри на меня. Посмотри. Посмотри. Ты не умрешь. Посмотри на меня. Ты не умрешь. Ты поняла меня? Посмотри. Я тебе не дам умирить. Я сама за тебя умру. Не думай об этом сейчас. Думай о нашей мастерской. О том, как мы туда переедем. Как мы там все попустроим. Хочешь туда? В мастерскую переедем. А ну давай, вставай. Давай, держись на меня. Тихо, тихо. Сашка. Сашка. Вера. Сашенька. Не трогай. Вера, ты там? Саш, я открою. Ты мне пообещала. Вера, почему вы закрылись? Что с ней? Ничего. Она просила не впускать. А как она? Все так же. Простите. Расстроилась. Привет. Привет. Ты узнала номер машины? Да, узнала. На нем кровь. Вера Никоненко. Как это может быть? Кроме ссадин, у нее была черепно-мозговая травма. Патологоанатом подтвердил. Но я читала заключение. Заключение меняли три раза. Зачем? Ты тогда настаивала на расследовании? Как только появятся результаты, патологоанатом мне позвонит. Если нужно будет, я буду давать показания. Думаю, до этого не дойдет. Я позабочусь, чтобы следователь тебя не беспокоил. Мне нечего скрывать. Я хочу, чтобы они установили причину смерти. Не лезь в это дело. Я все решил. А куда Андрей сделал машину? Сначала она была в ремонте, а потом… Потом он ее продал. Где вообще доказательства, что Андрей был за рулем? В рапорте написано, что сбит был мужчина. Ну, ты же знаешь, что следователем был сотник. Я должна знать правду, если это хоть что-то может изменить. Что ж ты не сказала? Я постереться. Я собрала вещи и выйдет в речку. Ну, иди сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лучше поужинать. Ты... ты же даже мизинца ее не стоишь. Может быть. Но ты ее не любишь. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Шеруха. Хочешь? Хочешь? Хочешь унижать меня? А я буду терпеть. Я буду терпеть и служить тебе, как она. Я тебя убью, если она потеряет ребенка. У меня тоже твой ребенок. У тебя мозгов не хватит понять, кто она для меня. Если ты уйдешь, я выкинусь из окна. Ты лучше найди под кого подстелиться. Майя Федоровна, а вы куда? Гости у вас. Без меня сегодня справитесь. Дождалась, мам. Наночка. Здравствуй, Нана. Где моя внучка? По неофициальной информации, сотник требовал сто тысяч долларов у местного предпринимателя заведения бизнеса в области. В сети появилась аудиозапись, на которой начальник полиции требует взятку. Правила знаем. Алло, мой бутфорс. Получает два балла. Сколько? Можем договориться о скидке или о срочке? Сто. И новогодние распродажи? Нет. Два тысячи. Раз. Раз. Карел. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дума пахнет. Я не знала, что с Сашей такого горя случилось. А что ты знала? Я много раз собирала чемодан. Потом распаковывала. И сдавала билет. В этот раз билет не приняли? В этот раз я купила в один конец. Мой муж умер. А его дети меня выгнали. Ты когда родилась, твой отец хотел нас забрать, а бабушка не пустила. Чужая страна. Я побоялась ослушаться. Он и уехал. Попросил назвать тебя Наной. Вот оно что. Мне 19. Ты платишь в коляске, я реву за домом. хотел забежать, но денег не было. Смирилась. Квас продавала. Потом появился этот. Такой разведенный при деньгах. Баба Зина говорит, ты уезжай, но Нанку оставь. Он ей отцом не будет. И я заплатила тобой за свою свободу. Я бы все равно не была хорошей матерью. А мне была нужна любая. Прости меня. Нина. Мы чужие люди. Я ничего не чувствую. Не знаю. Но мне некуда идти. это твой дом. Бабушке нужен уход. Ты ее дочь. Такая же дочь, как и мать. я такая же. так. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СВИСТ Доброй ночи, товарищ прокурор. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо за приглашение. Думал, я блефую, да? Что будем делать? Ты... ничего. А ты? Чего ты хочешь? Сгноить тебя хочу. Так сгноить или убить? Убить. Было бы неплохо. Как собаку. Требуйте, чтобы все присмыкались перед вами. Чтобы все были вам должны. Чтобы жили все, как вам удобно, да? Тебе что, было неудобно? Стой ли? Нет. Неудобно. Чего ты хочешь? Денег? Или чтобы я ушел? Двойное убийство. Совершенное прокурором. А как следы заметали. Сироту удочерили. Как ты ее сбил-то? А? Или ты ее спецом грохнул? Я вот пока не понял. И ее дочь даст разрешение на эксгумацию. И папа уже тебя не спасет. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Папа! Не держи этого! Не надо! Давай дай Димова кому-то! Посмотри на меня. Он бракованный. Слабый. Такая собака никому не нужна. Оставить его жить и выбросить на улицу, значит заставить мучиться. Но убить же это страшнее! Послушай меня. Иногда убийство это милосердие. Запомни, сынок. Сильные всегда милосердны. Я не хочу быть сильным! Стреляй! Нет! Стреляй! Да. Такого нет. Я убравил. Мы снова живем. Я не знаю. Я не знаю. ой, Вон, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дежурный Троцанко, слушаю. Мой дом обстреляли, есть раненый, присылайте наряд. Кто-то подъехал. Сюда нельзя. Проходите. Сколько всего было выстрелов? Два или три. Я не сразу разобрал, что стреляют. Камера работала? Нет. Шанс был? Прямое попадание в сердце. Я был в доме, услышал выстрелы, потом посыпалось стекло. Я даже не знаю, как он зашел сюда. Ворота закрыты. А ты что, его не видел? Да он в темноте был, он не вышел на свет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Лиза. Нет. Увези. Я никуда не уйду. Где он? Держи себя в руках, иначе тебя отсюда увезут. Андрей! Увези! Чтоб ты сдох! Я тебя ненавижу! Лиза. Успокойся, пожалуйста. Убери свои руки. Лиза. Это ты во всём виноват. Успокойся. Я знаю. Это он заманил его сюда, чтобы убить. Сергей всё знал. Он этого не сделал бы. Он знал. Про аварию. И про Веру. Я пойду в полицию. Ты не пойдёшь. Ты меня не остановишь. Я соучастник преступления. И он... Я не верю. Мама. Мама. Лиза. Ты должна молчать. Мама. Что же мы за люди-то такие? Давай. Давай. Пойдём домой. Я тебе всё объясню. Нет. Поехали со мной в полицию. И ты всё расскажешь. Это безумие. Безумие, мама. Это наша жизнь. Мне жаль. Подожди. Подожди. Лиза. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя здесь не было? Нет. Его задержат. Пока нет. Послушай, я не хочу, чтоб ты здесь оставалась. Где все документы? Я не знаю. На. Пожалуйста, побудь пока у меня. Это моя семья. Я обязана. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Смотри, папа приехал. Видишь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С днем рождения, Лиза. Мама, мама, как я хотела. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА В другой раз. А когда ты в другой раз? Милая, куколка хочет, чтобы ты с ней поиграла. Не плачь. Папа придёт в другой раз. Она скучает по тебе. Пока, папа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выпей. Ты куда? К лесочке. Оля. Я не сумасшедшая. Я... Соберу её вещи. Тогда я тоже поеду. Зачем? Она моя дочь. Она должна была умереть, чтобы ты это сказал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не уходи! Не волнуйся. Я вернусь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это вы? Нет. Но похож. Мама очень похоже нарисовала. Там даже внизу есть подпись. Это год нашего рождения. Что вы скрываете? А ты что скрываешь? Ничего. Вы ее знали? Нет. Но я знаю другое. Например, что ты обворовала людей, которые взяли тебя в семью из приюта. Я ничего не крала. Я просто взяла в долг. Я уже почти все вернула. В долг дают. Они берут без спроса и убегают. У меня в доме пропали деньги и ценные вещи. Зачем вы это говорите? Я не брала. Ты сегодня уедешь из города. Иначе пропажу найдут у тебя. Ты меня услышала? Можно мне взять? Все-таки похоже на меня. Спасибо. Спасибо. Проходи. Лизочка любила красивые вещи. Готовилась мамой стать. Говорила мне... Не смогу, боюсь. Говорила. Вот. Покупала. Оля, как мне тебе помочь? Спасай свою дочь. Пока не поздно. Я ничего не могу. Только ждать. Можешь. Я знаю... Кто отец Саша. Давай хотя бы до города ее довезем. Это ты мне ее подсунула. Я не знала, что возникнут такие проблемы. Дрюша. Андрей. Проблем не будет. Проблем не будет. Проблем не будет. Андрей. Что ты наделал? Я умоляла вызвать скорую. Он хотел ее убить? Нет. Он перепутал передачу. Не верю. Лиза. И клянусь. Потом угрожала. Это еще не все. Андрей, надо скорую вызывать. Пожалуйста, надо скорую вызывать. Крис. Андрей. Андрей. Что ты наделал? Ты же убил его. Ты же убил его. Изгибись. Ты их обоих убил. Господи, так же нельзя. Андрей. Хоть же не останови. Я ведь могла ее спасти, но она мне ничего не сказала. Боялась расспроса. Она была твоей подругой? Мы из одного поселка просила помочь. Устроиться в городе не хватит. Прости за все. Путерпи еще немного. Лиза была красивая. Саша. Она так хотела жить. Ты любил ее? Конечно. Тогда почему не дал свою фамилию? Ты всегда говорил, семья самая главная. Что это тогда вообще такое? Попора. Мы же с ним. Для Лизы ты не был опорой. Я старался для всех. У нас все наладится. Тебе скоро сделают операцию. Нашли донора. Ворота были открыты. Вот результаты баллистической экспертизы. Обратите внимание на угол выстрела по дому. Добрый день. Добрый день. Оставь. Буду держать в курсе. Видео с камеры наблюдения. Как Сергей пристрелил собаку. Отец не хотел афишировать его. Ну что, ты уже почти прокурор. Объявишь войну системе? Или тебя уже все устраивает? Зачем он к тебе приходил? Не знаю. Он был моим другом. Я не хотел его убивать. Ну, не сдержался, да? Это была самооборона. Ты ничего не докажешь. Не откладывай операцию дочери. Пока ты на свободе. Вера. Привет. Вер, я знаю, что ты каждый день у Саши в больнице. Но иногда ночуешь у нее дома. Редко. А в ту ночь, когда... Я была в больнице. Ну, миссия сестра мне сказала, что ты уехала. Я вернулась, она меня не видела. Вера, я знаю, что ты была в доме Андрея. Расскажи, пожалуйста, что ты видела. Так случилось, что ты единственный свидетель этого преступления. Я ничего не видела. Если ты ничего не расскажешь, будет только хуже. Я правда ничего не видела. Я только слышала выстрелы. Сначала один, а потом еще два. Но показания я давать не буду. Удобно. Удобно. Стой или нет? Удобно. Что ты хочешь? Иди. Иди. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ВЗРЫВ Ну, сколько можно тебя ждать? Прости, проспала. Саня, у меня хорошая новость. Нашли донора. Слава Богу. Я тебе говорила, все будет хорошо. Саша, мне нужно уехать. Сейчас? А я? Да. Сашка, мы будем созваниваться. Вера, как же наша мастерская в домике у бабушки? Саша, все это будет. Просто потом ты приедешь. Потом. Я думала, тебе нужна семья сейчас. Я хромаю, сколько себя помню. И семьи у меня нет столько же. Я привыкла. Я тоже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прости, но у тебя есть родители. Хватит. Уходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уходи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он ничего здесь не трогал после. Мы согласились от мельничной обыску. Сережа был хорошим. Молгали его. Ошибался. Но кто не ошибается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У differentiation. А вы сейф не могли бы открыть? Угу. 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 Спасибо. Поссорились мы с ним тогда. Думала, что никогда не прощу. Ошиблась. Все простила. Вы знаете что? Вы мне звоните. Ну, если помощь какая-то понадобится. Спасибо. Сказали, что мальчик будет. Угу. Угу. Может быть, ну, а вот это ищите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ты куда? Я ухожу от тебя. Ты, ты сейчас не в себе. Давай с тобой просто поговорим. Я тридцать лет была не в себе. Всю жизнь ходить в твоих любовницах, терпеть унижения, при этом быть верной, любить тебя. Поверь, мы вместе переживем эту трагедию. Нет. Это моя трагедия. Твоя тебя еще ждет. Сейчас не треба спорить. Я очень виновата перед нашей дочерью и твоей женой. Я буду молить их о прощении. И они обе меня простят. Вино перед верой мне не искупит никогда. Этот грех – наше проклятие. Прощай. 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 Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На. Я пойду с тобой. Не нужно. Послушай, это может быть опасно. Тимур, я прожила с ним 20 лет. Это совсем другой человек. Он сейчас способен на все. А я его не боюсь. Я боюсь за тебя. Он ничего мне не сделает. Я не хочу, чтобы он даже смотрел в твою сторону. Я пойду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У Саши под лопаткой. Родимое пятно. Такое же, как у тебя. Голос. Взгляд. Характер твой. Пропустим вступительную часть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как можно отрицать своих детей? Тебя еще что-то интересует? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зачем ты обвинил меня в смерти Веры? Это сделал я. Нужно было проявить гостеприимство и пригласить Тимуру в дом. Я сделал это ради сына. Случилось то, что случилось. Он бы мог наделать глупости, а я ему не позволил сугубить свою жизнь. Ты ему была нужна. А если бы знал правду, ушла. Привязали меня чувством вины? Я тебя отблагодарил за жертву, дочерью. Жестоко. Андрей не накажет. Он и сам стал бы донором. Без твоих угроз. Так почему же до сих пор не стал? Положи. Андрей. После операции и Саша не узнает, кто донор. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да. Не плачь, я ничего не слышу, что ты говоришь. Я в роддоме. Я сейчас приеду. Я должна... Ты куда? Не твое дело. Проигрывать тоже надо уметь. У тебя будет шанс это показать. КОНЕЦ ты молчала всю дорогу. Тебе плохо? Уже хорошо. Андрей отец девочек. Он согласился на операцию? Нан. Я почти уверен, что Андрей первый стрелял в сотника. Боже, нет. Эра была дома в ту ночь. Она очень напуганная, ничего не говорит. Что ты будешь делать? До операции ничего. Ну, а потом Вере придется стать свидетелем в деле. Спасибо. отошли в воду. Я вызвала такси и приехала в роддом. Схватки шли хорошо. Потуги не начинались, меня простимулировали. Он... Он родился здоровый. Почему мне не сказала? Та дочь мне его не дали, а утром сказали, что уже нет. Само виновата. В чем? В том, что он не смогла родить здорового ребенка. Он был здоровый. я не виноват. Не виноват. Поправляйся. не виноват. Не получается? Так, давай помогу. Что ты хочешь слепить? Подарок. Для кого? Для сестрички. Она здесь? Её удочерили. Сашке три годика. Таких, как она, забирают отсюда. Это неправда. А взрослых детей никто не хочет играть. Машка, у тебя есть мы. Ты не одна. Давай мы сделаем подарок, а я попрошу, чтобы его Сашке передали. Угу. Договорились. Разминай. Этот тоже. Вера, спасибо, что взяла трубку. Как она? Готовимся к операции. Уже? Да. Мы тебя очень ждём. Приезжай, когда сможешь. Можно? Заходи. А ты как? Без вариантов. Знаешь, кто донор? Ну, это хоть живой человек. Наверное, умерший. Весело. Ну, нужно готовиться. А можно я ещё немного побуду? Лучше не нужно. Вы будете волноваться. Вы будете волноваться. Её волновать. Ты моя дочь. Я готова отдать тебе свою жизнь. Я стивно. Я тебе покажусь. Весело. Я, ты Pos Jeffs. Я тебе покажу вам. Я тебя покажу, что ты готов? Я тебя покажу, что ты готовишь. Я тебе покажу, что ты хочешь дорогой. Я тебе покажу, что ты желающим, что ты проехали. ПЕСНЯ Молочком пахнет, понюхай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Саша, доченька, все хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я с тобой... Кто ты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТВОЯ МАМА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Но его все называют справедливым. Вы не с тем себя сравниваете. А я тоже знаю, что такое абсолютная власть. Но вы не знаете, что такое абсолютная любовь. Он тоже не знает. Потому что ее нет. Ошибаетесь. Есть. Все хорошо. Я уехала. Я ее оставила. Мама, она обиделась на меня. Нет, что ты, она не обиделась. Она тебя очень любит. И я тебя очень сильно люблю. Доченька. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я решила. Я все расскажу. Ты должна знать, что Андрей… Я знаю. Андрей – наш отец. Да. Я догадывалась. Как? Сашка на него похожа. Как тебе капли воды? Этого не скрыть. А я не догадывалась. Что мне делать? Я должна давать показания против собственного отца? Тебя никто не заставит. Как бы ты поступила на моем месте? Я не знаю. Но ты не одна. Я буду рядом. Как твоя мама. Что бы ты ни решила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вера. Вера. Не уходи. Как пойти. Да иди. Не бойся. СТОНОЙ НОН ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, что пришла. Я виноват перед тобой. И перед детьми. Я не та Вера. Я дурак. Хотел взять всё лучшее. Но вы ничего не измените. Прости меня. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА За что? Я трус. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прости меня. Но я должна сказать правду. Жаль, что я не там, где ты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Папа! Папа! Он еще вредит после наркоза. Не беспокойте его. Приходите лучше завтра. Мама. Мама в больнице. Скоро придет. Как все прошло. Хорошо. Ты молодец. Операция длилась 12 часов. Пожалуйста, скажите маме, что я ее люблю. Обязательно. Отдыхай. Подождите. А донор как? Операцию перенес хорошо. Ему что-то передать. Нет. Спасибо. Отдыхай. Поддыхай. Уже не лето. Но еще и не осень. Все как в жизни. Поедешь со мной? Куда? Куда-нибудь. Поеду. А девочки с нами? Ну, если захотят, с нами. Они взрослые уже. Пускай и сами решают. Да. Им сейчас постолько же, сколько и нам было, когда все началось. Эх, Нанка. Нанка. У нас сейчас с тобой все только начинается. Денис с ребятами расчистили двор. Наняли мастеров. Ставят новый забор. До зимы крышу починят. А ремонт дома когда весной? Ну, может и раньше успеем. Так, нужно сохранить аутентичность. Атмосферу андеграунда. Аутентичность. Атмосфера андеграунда. Не умничай. Это будет мастерская The Sisters. Наш с тобой Ройников. Так, это будет пространство для творческих людей. Точно. Ты же ее даже не видела. Фоток достаточно. Там круто. Мама! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый день, Андрей Иванович. Я уполномочен зачитать вам подозрения о совершении преступления. Скажите, хорошо ли вы меня слышите, понимаете мою речь? Попрошу вас подтвердить, поскольку ведется видеофиксация. Да. Волошин Андрей Иванович, вы подозреваетесь в совершении преступления по статье 115 части 1 умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. На период вашего пребывания в лечебном заведении вы будете находиться под охраной. Вам запрещено пользоваться средствами связи. Продолжайте. По протоколу дальше не обязательно. Получается. Возвращение следует. Я тебя все знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok